Глава двадцать третье. «Поехали!» — сказал генерал Стоунсайфер, пышущему здоровьем майору, который нетерпеливо переминался с ноги на ногу в ожидании, которое длилось, похоже, куда больше двух часов. «Нам сказали, поехали!» «Пора поднимать задницу, Норм!» — гаркнул он колоритным, но ворлянским говорком. Капитан Норман Типпетт, бывший всего лишь несколькими годами моложе и имевший еще более колоритный южный акцент, радостно просиял. Его лицо продолжало сиять, когда он отдал приказ сержанту «Поднимай этих!» Солдаты воздушно-десантного взвода, высыпавшие из ближайшего караульного домика, рысцой устремились к двум ожидающим вертолетам и загрузились внутрь со своими автоматами, канатами и прочими штурмовыми приспособлениями. «До встречи на крыше, Норм!» — крикнул Лебо. Типпетт наблюдал, как последний солдат из его отделения залез в вертолет. «Погоди-ка, вот и наши спецстрелки, точно по расписанию». Шестеро солдат выскочили из фургона, трое несли по пулемету, двое тащили металлические контейнеры, перехваченные ремнями. Шестой держал в руке планшетку и всем своим видом излучал деловитые трезвомыслия. Увидев эту картину, Лебо сделал вывод, что троим автоматчикам вменяется прикрывать двоих носильщиков ядерных зарядов, а тот, что с планшеткой, — командир. Прослужил несколько лет в сухопутных войсках. У этого майора напрочь отсутствовало чувство истории. Ему впервые предстояло использовать тип 133А в бою и впервые использовать ядерное оружие в западном полушарии. В такой исторический момент выражаться столь вульгарно, да, все это было весьма печально. «Один ящик твой норм», — заявил Лебо. «И смотри, обращайся с ним понежнее. Я за него только что расписался, ты меня понял? Понежнее с этой штукой. Есть, сэр. Это ведь тип 133А?» «Разорви мои кишки, точно тип 133А». «Весьма печально. Нам выделили две штуки на тот случай, если одна из стрекозок попадет в осадок норм». «Объяснил Лебо. Так что, если моей стрекозке не повезет, бери свой ящик и неси его прямиком к той сраной стальной дверце в яме. Усек?» «Поставить тамер на десять минут и сваливать, так?» Лебо похлопал его по плечу. «Хороший мальчик. Я же вам говорил, полковник, он знает, что делать. Итак, полковник, вы получили свою квитанцию, все путем, и комар носу не подточит. А я получил ваши расчудесные ящички. Буду вам очень обязан, сэр, если вы сделаете пару шажочков назад, потому как через две минуты мы взлетим, а эти чертовы стрекозки подымают тучу пыли и ветра». Полковник вдруг подумал, не пожелать ли ему дачи. В подобные исторические моменты всегда надо сказать что-нибудь подходящее. И уж, коли такая мысль не пришла в голову этому невеже десантнику, то инициативу следовало взять представителю 26-й роты специального вооружения. «Майор Лебо», — начал полковник. «До встречи!» — заорал здоровяк майор. И тут же рев двигателей заглушил все прочие звуки. Печальный человек с планшеткой отошел ярдов на тридцать и проводил взглядом вертолеты, взмывшие в воздух и растворившиеся во мраке ночь. Луна не появлялась, так как рваные клочья туч заволокли все небо. Для атаки это было очень хорошо. Вертолеты сбирались все выше и выше. Их сигнальные огни мерцали во тьме, точно крохотные рукотворные звезды. Полковник подразделения специальных вооружений смотрел ввысь, пока красные мерцающие точки не растаяли во тьме. И только потом он взглянул на часы. Было 23.50 по местному времени. А через 10 минут в военный кабинет комитета начальников штабов в Пентагоне поступило сообщение, что все наземные телефонные линии, соединяющие западный Берлин с внешним миром, вырубились. Глава 24. «Вертолеты в воздухе», — доложил генерал Стоунсайфер по линии прямой связи в штаб САК в Небраске. Это сообщение услышал Маккензи и члены его боевого штаба. Услышал президент Стивенс и его помощник Бонами. Услышал и генерал Уорсу, а также все, за исключением одного, члена комитета начальников штабов, командующий корпусом морской пехоты, генерал Гончий Питчер все еще находился в военно-морском госпитале в Беттезде после перенесенной операции на желчном пузыре. Его замещал первый заместитель и зорко блюл законные интересы вверенного ему корпуса, на которые вечно посягали эти ублюдки из других родов войск. В боевом кабинете комитета тоже находились еще трое. Майклсон предпочел бы следить за развитием событий из своего кабинета в штаб-квартире ЦРУ, но военные наотрез отказались установить прямую связь с Ленгли по соображениям строжайшей секретности. «Возможно, это только предлог», — размышлял Майклсон, отговорка, имеющая своей целью выиграть очередное сражение в бесконечной межведомственной партизанской войне. Он не ошибся. В боевом кабинете не присутствовали ни члены фронта женского освобождения, ни члены руководящих органов студентов за демократическое общество, ни черные пантеры, ни дочери американской революции, ни члены польской миссии при ООН, ни даже члены рок-группы «Джефферсон Эйрплейн». В кабинете Пентагона собрались лишь представители узкого круга истеблишмента, ни одного младше сорока пяти, ни одного с бородой, ни одного с индейской налобной повязкой. — Правильно мыслящие и озабоченные. Весьма и весьма озабоченные. Об этом можно было судить по их напряженным сумрачным лицам. — К телефону не подзывать, — распорядился председатель комитета начальников штабов. — Это строгий приказ, полковник. Он обращался к своему адъютанту. Я не хочу, чтобы нас прерывали или отвлекали от... Ну, если, конечно, это не будет сообщения на РАД о ядерном нападении русских. Или что-то столь же срочное. Вы меня поняли? — Так точно, сэр. — Отлично. Теперь соедините меня с командиром ударной группы «Иерихон». «Иерихон» было кодовым обозначением частей быстрого развертывания, окружавших гадюку-три. — Спутниковая телевизионная связь в рабочем режиме, сэр, — доложил майор корпуса связи. — Картинка сейчас появится на втором экране. Вот и она. Видимость четкая. Вудсайт и прочие взглянули на экран, где появилось изображение караульного домика на территории ракетной базы «Гадюка-3». — Я полагаю, они поставили скрэмблер на этот канал, — тревожно произнес начальник штаба морских операций. — Да, сэр. Мы дважды проверяли, — заверил его офицер связи. — Питт, твои телеки дают потрясающую картинку, — похвалил Крейна, начальник штаба сухопутных войск. — Куда лучше, чем у моего домашнего панасоника. — Этот телек стоит своих денег, черт побери, — процедил Крейн. — Командир ударной группы «Эйрихон» на связи, сэр. — Вуцайт снял трубку серого телефона. — Здесь Вуцайт. — Да, картинка четкая. — Но я не об этом. — У вас там все готово? — Через минуту. Пока он разговаривал, начальника штаба ВВС вызвали к другому телефону. Переговорить с командующим противовоздушной обороны Северной Америки. Трехзвездный генерал в бункере Норад, погребенном в горах Колорадо, хотел уточнить, состоялся ли перевод глобальной обороноготовности на четвертый уровень. — А что? — спросил Крейн. — Что-то случилось, Пит? — Да, можно так сказать. Но больше не могу, Гарри. Мы сейчас пытаемся все выяснить. — Насколько это серьезно? — Это довольно серьезно. И если в ближайшие два часа нам не удастся как-то с этим разобраться, даю руку на отсечение, что к утру уровень обороны готовности повысится до тройки. — Только не говори никому, — посоветовал Крейн. Но не успел он произнести последнее слово, как понял, что самое большее, через девяносто секунд, об этом уже будет знать добрая половина генералов Норад. — Что ты предлагаешь, Пит? — Сегодня я бы не выходил из лавки. И, между прочим, я собираюсь хорошенько подкрепиться с запасом на ближайшие восемнадцать часов или что-то около того. Так, на всякий случай. — Вот что, Пит, тебе бы надо об этом знать. На наших радарах вообще ни черта нет. Я уже дважды вызывал Гренландию, Аляску и Англию, обзвонил все сторожевые корабли и самолеты. У нас ничего нет. Вообще ничего. Мне казалось, тебе надо об этом знать. И я это знаю. Послушай, ничего нет пока. Ничего, что можно засечь радаром. Так что не распускай пары, Гарри. Пока еще рано. Армейские считают, что все еще можно уладить. И вдруг из динамика под телеэкраном номер два раздалось скрижещущее урчание танков. Это прорезался канал радиосвязи с ударной группой быстрого развертывания. — Ну, тут у нас началось, — повысил голос Крейн. — Я тебе позже перезвоню. Это было то еще зрелище. Если процитировать искреннюю простосердечную прозу телекомментаторов, описывающих парады на День Благодарения, президентские инаугурации и концертные номера в перерывах футбольных матчей, а также голливудские свадьбы, среднезападные торнадо, — это было то еще зрелище. Прожектора разрезали территорию ослепительными лучами, обычно ассоциирующимися с премьерой кинофильма или открытием нового автосалона. Сновавшие взад-вперед танки походили на заблудившихся носорогов, случайно забредших на съемочную площадку политической драмы. Шум и гам стоял невыносимый. Все суетились. По экрану мелькали люди и бронетехника. Из грузовиков и боевых машин пехоты выскакивали все новые и новые солдаты с амуницией. Пятеро обитателей подземной капсулы наблюдали всю эту суматоху на своем крохотном мониторе, не ведая, что ту же самую картину наблюдают другие люди, находящиеся далеко отсюда. — Что это они там затеяли? — забеспокоился Шонбахер. — Понятия не имею, — признался бывший майор. — Что-то они там вдруг зашевелились. Но это, по-моему, обычная суматоха, сопровождающая любую крупную военную операцию. Похоже, они подтягивают подкрепление и осуществляют перегруппировку сил. — Мне это не нравится, — заявил Пауэлл. — Мне это тоже не нравится, хотя они остаются за пределами ограждения. — Между прочим, — заметил Делл, — кое-какие части, похоже, немного отошли. — На этом малюсеньком экране трудно определить расстояние, но мне кажется, некоторые части отошли назад. — Может, они хотят бомбить караулку, — предположил Фелк. Делл и Пауэлл, не сговариваясь, отрицательно замотали головами. — Это ж бессмысленно. — Этим они ничего не добьются. — Говорит Капе Иерихон, — произнес командир ударной группы, обращаясь к другой аудитории телезрителей. — Мы обнаружили приборами ночного видения вертолеты примерно в трех милях отсюда. Они приближаются в полном соответствии с планом. Вертолеты должны были быть с потушенными огнями, подойти на высоте трех с половиной тысяч футов, то есть выше уровня наблюдения обзорной телекамеры, капсулы, достигнув слепой точки прямо над караульным домиком. Обе винтокрылые машины должны были медленно и по возможности тихо снизиться до пятидесяти футов над крышей. Рев танков должен был заглушить шум вертолетных винтов. — Вот они. Два темных силуэта на пентагоновском телеэкране укрупнились, и через минуту стало ясно, что это транспортные вертолеты «Белл». Они приближались, прорезая ночную тьму, пока не оказались непосредственно над караульным домиком на высоте тысячи ярдов и начали медленно снижаться спиралью. Они опустились на пятьсот ярдов, после чего один из них завис, а другой снизился до двадцати ярдов над крышей. Из-за разверстого брюха вертолета вниз скользнул нейлоновый альпинистский канат, и спустя несколько секунд первый десантник начал осторожный спуск, размеренно перехватывая руками канат. Он ступил на крышу, огляделся и махнул автоматом. Через секунду из вертолета сбросили веревочную лестницу, и остальные бойцы отделения, нагруженные необходимым оборудованием для штурма, поспешили вниз. «Пока все идет неплохо», — с надеждой произнес Маккензи. Его адъютант, похоже, испытывал меньшее удовлетворение. «Знаю, знаю, что тебя тревожит, Дуг», — заметил главкомстротов. «Сбой в системе! Ошибка в мерах безопасности, так? Ну, раз наши стрекозки сумели проскочить в слепую точку над караулкой, значит, и вражеские стрекозки сумеют сделать то же самое, ведь так? Да, сэр, и нам придется заделать эту дыру». Аналогичное наблюдение было сделано в менее вежливой форме и в Пентагоне, где начальник штаба сухопутных войск не без гордости отметил, что его прыгуны нашли-таки брешь в оборонительных укреплениях ракетной базы САК. «Я не хотел тебя расстраивать, Пит», — заметил он на прощание. «Мы всегда приветствуем конструктивную критику в наш адрес», — холодно отозвался Крейн. Теперь первый вертолет опустел и начал набирать высоту, и в пятистах ярдах от земли чуть подался в сторону, давая возможность второй машине снизиться по тому же невидимому вертикальному коридору. «Ну вот и они», — проговорил Вуцайт, увидев, как Лебо и его солдаты сбросили канаты с крыши караулки и начали медленно спускаться вдоль стены здания. И в этот момент Делл повернул телеперископ, установленный на крыше. «Давай, давай», — шептал офицер-десантник. «Трое», «Четверо», «Пятеро» зависли у стены, а электронный глаз продолжал неторопливо прочесывать местность. «Поторопитесь!» «Шестой» и «Седьмой» десантник запутались в своих канатах. «Уноси-ка свою задницу с крыши фарли», — зашипел Лебо сержанту. «А не то я отдам тебе хорошего пинка». Телекамера снова пришла в движение. Сержант скрылся из виду. На крыше остались только Лебо и двадцатилетний солдатик из Канзаса. «Если ты, Браймен, не можешь лезть, прыгай», — приказал майор. Телеглаз уже почти впился в них. Вняв словам командира, капрал, бывший большим докой по части падений, прыгнул. Как только он исчез за кромкой крыши, Лебо перелез через край, держа в руке ящик, За пять секунд до того мгновения, как телекамера нацелилась на него. «Черт, черт, чуть не засекли», — шептал про себя Маккензи, наблюдая всю эту сцену. В боевом кабинете комитета начальников штабов весьма высокопоставленные военные высказывали весьма сходные мысли, Хотя используемый ими для этого язык был весьма невыразителен. Второй вертолет начал снижаться, А первое отделение уже было на полпути к земле, Вне зоны видимости, установленного на крыше телеперископа. Один за другим десантники прыгали на землю, Прижимались к стене караулки и проскальзывали в раскрытую дверь. Они двигались бесшумно, ибо на ногах у них были теннисные тапочки. Они стояли во тьме, переводя дыхание, Пока Лебо быстро пересчитывал личный состав. Пять, шесть, семь. Браймен, тот, который прыгнул. Где черт бы его побрал Браймен? Либо услышал странный звук, Передернул затвор своего автомата М-16 И увидел, как кто-то вполз внутрь через порог. — Это ты, Браймен? Тихо спросил он. — Да, сэр. — Ты в порядке, малыш? — Я-то в порядке. Да, кажется, сломал ногу. А так в порядке. Болит? Зверски. Лебо обдумал ответ капрала и принял решение. Он передал раненому свою походную рацию. — Ты, Браймен, оставайся здесь. — Прикрой дверь на тот случай, Если эти ублюдки поднимутся из ямы не на лифте. Прикрывай дверь и держи связь. Если мне что-нибудь понадобится, Передай им по рации. Понял? Понял, сэр. Лебо повернулся и, собравшись уже уходить, остановился. — Эй, Браймен, как твоя лодыжка? — Кажется, накрылась. Лодыжка. — Не привык прыгать в тапках. — С тобой полный порядок. — Ну да, полный порядок, — повторил Лебо. Точно его слова могли сращивать сломанные кости и порванные сухожили. И тут они услышали, что отделение Типпета начало высадку на крышу. — Браймен, скажи им по рации, чтобы они глядели в оба и не попали под объектив этой чертовой телекамеры. — А ты, Фарли, подойди ко мне и возьми у меня это спецядерное устройство. Он произнес последние два слова с нескрываемой иронией, передразнивая жаргон армейской разведки. Сержант подхватил контейнер с зарядом и последовал за узеньким лучиком фонарика Лебо вглубь коридора. Остальные молча шли следом, и через минуту они уперлись в массивную стальную дверь-гармошку грузового лифта. Кабина лифта стояла на дне шахты. — Чёрт! — процедил сквозь зубы майор Жан-Шарль Лебо. — Вот тут есть кнопка, — прошептал сержант Фарли. — Наверное, можно вызвать лифт. — Ага. — И поднять тревогу. — Всё это заведение напичкано датчиками тревоги. — Сигнализация на сигнализации, и сигнализации погоняет. — Нет, доставай-ка свои кусачки и перекуси дверные рейки. Проделай-ка в гармошке дыру, чтобы можно было просунуть руку и открыть дверь изнутри. Фарли приступил к работе, а солдаты первого отделения стали слушать голоса своих боевых товарищей из второго отделения, которые топали по крыше и начали спуск по канатам. — Брайан Мэн! — тихо позвал Лебо. — Передай-ка в штаб, что мы тут колупаемся с гармошкой двери лифта, и что Типет спускается вниз. — Что-то я ни черта не вижу, Ларри! — весело заметил Фэлка, находящийся девяносто восьмью футами ниже. — Всё та же ерунда, которой они уже полчаса как занимаются. — Вот тот и меня и беспокоит. — Должна же быть на то какая-то причина. — Они что-то замышляют, — предположил пухлый насильник. — Фигня! — Нет, жеребчик, не фигня, — не согласился Вилли Бой Пауэлл. — Всё это очень странно. В кромешной тьме не может быть такой бешеной активности. Что-то там у них происходит. Так что я вынужден согласиться с Харви. — На хрен этого Харви с его потными ладонями и раззявистым хлебалом! Делл продолжал вращать телеглаз на крыше. — Оставь Харви в покое, слышишь, жеребчик! — приказал он. — Он же неважно себя чувствует. Да хоть бы он и вовсе загнулся. — Ладно, ребята, вы тут поглядывайте, а я иду спать. Если будет что-то новенькое на экране, дайте мне знать. — Сладких снов, — бросил Делл. — Нет, лучше эротических, — поправил его наёмный убийца. Его пожелание оказалось более жизнеподобным, ибо спустя пять минут после того, как жеребчик Фелко перенёс лейтенанта Канелиса на верхнюю койку рядом с Тауном, а сам растянулся внизу, он вновь переживал в цвете потрясающий уикенд, который он провёл с тремя клёвейшими молодыми особами в апартаментах Пуэрториканского отеля Эль Сан-Хуан. Одна была рыженькая, настоящая рыжая, как он установил после тщательного изучения её волосяного покрова. Это был чудесный сон, и хотя он не шёл ни в какое сравнение с теми видеозаписями, которые можно сделать в спальне какого-нибудь затейливого чикагского издателя, он навевал ласкающие душу воспоминания о былом и сулил упоительное обещание возможного грядущего. — Так, ну вот, все внутри, — сообщил командир Иерихона, — и пока что всё идёт как по маслам. — А что дальше? — пробурчал начальник штаба сухопутных войск. — Ну, может, помолимся, — предложил Вуцайт. Командующий сухопутными войсками задумчиво воззрился на председателя комитета начальников штабов, пытаясь определить, шутит тот или говорит серьёзно. — А ты что думаешь, Винс? — спросил президент в пяти милях от Пентагона. — А я не думаю, я обильно потею. — А я думаю, как нам удалось вляпаться в эту заваруху. — Ты имеешь в виду Гадюку-3 или глобальное ракетно-ядерное противостояние не на жизнь, а на смерть? В Вашингтоне было около половины третьего утра, и президент Стивенс сидел с покрасневшими от бессонницы глазами. Он зевнул, вздохнул и опять зевнул. — Да, и то, и другое, Винс. — Уж не знаю, Дэйв, — ответил Боннами, зевая. — Я даже ума не приложу. Что такой милый парнишка вроде меня делает в этом кабинете? — Да, для работы в Белом доме ты мало пригоден, — согласился президент, — но ты не ответил на мой вопрос. Нахрена нам все эти водородные бомбы, межконтинентальные ракеты, флотилии атомных подводных лодок, способных спалить все города мира своими ракетами? — Что за мир мы создали, в котором какой-то задрипанный автомеханик болтает по телефону с женой, а двадцать генералов, затаив дыхание, слушают их беседу? — Ну, отчасти в этом виноват и он, Дэйв. Если бы он остался в своем гараже и не показывался в том баре, никому бы не была интересна его семейная жизнь. В ответ Бонуми услышал глубокий вздох. — Да, отчасти это его вина. Но как насчет нашей вины? Вдруг из телевизора прорвался голос капрала Браймена. Второе отделение входит в караульный домик. Типет повел свое отделение через караулку по коридору к лифту, но Лебо наблюдал за работой сержанта с кусачками. — Есть контакт! — доложил капитан Типет. — Ну, я рад, что тебе это удалось, Норм. — Погоди секунду. Похожая Фарли сейчас раскурочит эту стальную решетку. Типет опустил на пол спецядерный боеприпас, с видимым облегчением освободившись от 42-фунтовой ноши. Фарли вцепился кусачками в очередную рейку решетчатой двери-гармошки, с силой нажал и перекусил стальную полоску. Он просунул руку внутрь, пошарил там и, наконец, нащупав замок, откинул щеколду. — Дверь открыта, — тихо сказал он. Лебо отстранил его, рванул стальную гармошку вправо и устремил луч фонарика в шахту. В десяти ярдах внизу виднелась крыша кабины лифта. Куда ближе располагалось нечто более интересное — стальные тросы подъемника, по которым можно было достигнуть дна шахты. Лебо осветил тросы фонариком и заметил, как сверкнула их блестящая, смазанная маслом поверхность. — Похоже, малость скользко, норм, — сообщил он своему заместителю. — Стабельным оружием в руке это еще куда бы ни шло, но как по тросам можно спуститься, держа в руке такой вот ящичек, я не представляю. — Тут можно просто сверкнуться за милую душу. — Хочешь, я попробую? — Только без ядерного заряда, — твердо ответил Лебо. — Типет натянул рукавицы, потянулся к тросам, но не смог ухватиться. — Ну ты же классный прыгун, норм, — зашептал Лебо. — Попробуй прыгнуть. Капитан отошел на несколько шагов, раз, другой, качнулся взад-вперед на напряженных ногах и прыгнул в шахту, растопырив руки. Левой рукой он ухватился за один из тросов и по инерции сделал полоборота вокруг него, стараясь поймать другой трос правой. После десятка попыток это ему удалось. Он повисел, отдуваясь, и осторожно стал спускаться вниз, держась за оба троса. Это было опасное путешествие, состоящее из рывков, остановок и качания над пропастью. Он добрался до крыши кабины, перевел дыхание и дал сигнал ожидающим верху людям, что все в порядке. — Нет, сэр, это слишком уж захватывающее дух мероприятия. — Слишком уж захватывающее, — рассудил Лебо, — и слишком опасное. — Доставайте-ка свои запасные канаты, парни. Четверо, Лебо и трое других, собрались спускаться на белых нейлоновых канатах. Четверо, двое из которых понесут ядерные заряды, а двое других будут их прикрывать с автоматами. — Стоило сидеть в вертолете, чтобы потом лезть в шахту лифта, — пробурчал один из десантников, копошась со своим канатом. — Тебя ждут лавры героя, Капецкий, — пообещал майор. — Твоим именем, малыш, назовут какую-нибудь скоростную автостраду и общественный сортир. Капецкий не предпринял попытки соревноваться в остроумии со своим командиром. Он просто полез вниз. Остальные последовали за ним. Спуск оказался несложным для тех, кто не был обременен типом 133А. Для тех, кто нес ядерные заряды, это был кошмар с неимоверным напряжением всех сил. Путешествие длилось дольше двух с половиной минут. Типет жестом указал на отверстие, которое он проделал в крыше кабины, вынув одну из панелей, и солдаты проникли в лифт первыми. — Ты в порядке? — спросил Типет-Лебо. — Учитывая мой возраст, природную лень и несносный характер, все замечательно. — Ну, валяй, норм. Шевели задницы, и янки на тебя рассчитывают. Им повезло. Дверь лифта оказалась открытой, так что им не пришлось ничего трогать, двигать или отпиливать. А это снижало риск наткнуться на какой-нибудь потайной контакт системы сигнализации. Жан-Шар-Лебо, приложив палец, к губам повел солдат к стальной двери. Да, это была здоровенная чушка, но один, ну, в крайнем случае, два спецзаряда тип 133А разворотят ее. И, конечно же, изумят всех, засевших за ней. Изумят. Оценка была крайне нечестная и ужасно осторожная. Взрыв эквивалентной сотне тонн взрывчатки в замкнутом пространстве почти наверняка уничтожит их всех, превратив в жидкое желе розового цвета. Их всех пятерых преступников и двоих офицеров 168-го ракетного крыла. Эти двое в их честь уж точно назовут государственные офисные здания и военно-воздушные базы ВВС США не просто общественный сортир имени Олтера Рида или крематорий имени Пита Дженкинса. Черт, да, ради этих несчастных стоит переименовать парочку общак Академии ВВС. А вот Лебо, если что и получит, то всего-то серебряную звезду. Перспектива была не особенно радужная, поскольку у него уже была и серебряная звезда, и золотой ретривер стоимостью 275 баксов, и девчонка Пати вся бронзовая от загара. Миленький пупсик, обожавший записи Джуди Коллинс, загляденье, а не девчонка, так всегда говорил ей Лебо. — Я ничего не разберу, — говорил Делл в девятнадцати ярдах от стальной двери. — Это все из-за прожекторов. Они постоянно направляют лучи на глазок нашего перископа, так что в таком ослепительном свете мало что увидишь. Думаешь, они это нарочно делают? — Уж не знаю, Велебой, трудно сказать. А с внешней стороны четырехфутовой двери Лебо начал развязывать ремни, опоясывавший ящик со специальным ядерным зарядом. Через двенадцать, ну, тринадцать минут все будет кончено. Две или три минуты, чтобы открыть контейнеры и установить часовой механизм. Десять, чтобы вернуться к вертолетам. Нет, девять. Не стоило тут особо тянуть резину. — Но там порядка тысячи людей, — прикинул Пауэлл, когда Делл опять стал двигать телекамеры. — У всех прямо руки чешутся нас убить. — Ну, не у всех же руки чешутся убить нас, а? — Не у всех, майор, у кого-то руки чешутся, ноги помыть, у кого-то чешутся трахнуть телку, а у кого-то и вовсе не чешутся. Но у многих чешутся убить нас. — Ну, я же ничего не сделал, — запротестовал бывший офицер САК. — С чего меня убивать? — Ты кое-что сделал. Ты жену убил. Прежде чем майор Лоуренс Делл ответил, сержант Фрэнсис Фарли наклонился, чтобы освободить второй ящик от ремней, и чуть не ткнулся плечом в гигантскую дверь. Он не дотронулся до металла, но этого и не нужно было. Горячей волны его вспотевшего тела было достаточно, чтобы потревожить датчик термостата системы сигнализации. На командирской приборной доске в яме замерцала голубая лампочка и завыла сирена с неприятным растающим металлическим визгом. Фэлко мгновенно проснулся и, вскочив с койки, увидел, что Пауэлл уже схватил автомат. — Жеребчик, ты с Вилли прикрой дверь, — скомандовал Делл. — Эти суки сидят у нас под дверью. Фэлко повернулся и наклонился, чтобы поднять свое оружие с пола, и как раз в этот момент капитан Стэнфорд Таун и лейтенант Филипп Канелис бросились на него с верхнего яруса. Глава двадцать пятая Офицеры боевого ракетного расчета пытались завладеть вторым автоматом. Как им удалось освободиться от своих пут, теперь не имело значения. Сейчас имело значение то, кто первый успеет подхватить автомат — Фэлко или один из офицеров САК. Все трое отчаянно сражались, пустив в ход руки и ноги. Рукопашное продолжалось несколько секунд, и вдруг Канелис отделился от клубка человеческих тел, крепко сжимая в кулаке приклад автомата, и, сдав хриплый торжествующий вопль, повернулся к пульту управления. И тут Хокси трижды выстрелил. Святой убийца стрелял из краденого полицейского револьвера 38-го калибра, стоя в дверном проеме. Он поразил правую руку лейтенанта и плечо, и проделал ему в правом бедре полудюймовую борозду, вырвав кусок мяса. Канелис выронил автомат и с пронзительным криком упал. Кровь хлистала из всех трех его ран. Фелка схватил автомат. Одним коротким движением он сильно ткнул автоматным стволом Тауну в живот, и капитан переломился пополом. — Все окей? — уточнил Делл. — Все окей, — подтвердил наемный убийца. — Спасибо дьякону. У тебя меткий глаз, дьякон. Хокси что-то пробормотал в ответ, но Лоуренс Делл его не слушал. Он уже разговаривал по телефону. — Сейчас мы осуществим запуск. Мы уже сорвали пломбы со стартовых замков. И если вы не прекратите свой штурм, мы запустим ракеты ровно через две минуты. Через две минуты! — повторил он угрожающим тоном. — Начиная с этой секунды! — Вот что, Делл! — начал главком стратав. — Стартовые ключи оба у меня. Немедленно прикажите этим ублюдкам уйти из ямы. Немедленно! Сказать, что в боевом кабинете комитета начальников штабов началась общая паника, было бы не совсем верно. Высшее командование и директора разведывательных учреждений не поддаются панике. Но некоторая нервозность имела место. Наблюдались также излишняя крикливость, повышенное потоотделение и серия внезапных желудочно-кишечных приступов. В сущности, наступило всеобщее оцепенение. — Я начал отсчет времени, — услышали они заявление Делла. — 120, 119, 118, пусть они оттуда уйдут, — принял решение президент. Бонами снял трубку телефона горячей линии и повторил вердикт хозяина Белого дома. 105, 104, 103. По всем каналам связи слышалось пронзительное завывание сирены тревоги. — Генерал Вудсейд говорит, что на установку зарядов потребуется еще минута, — доложил Маккензи. Президент Стивенс подскочил с кресла и сжал в ладони телефонную трубку. — Я же сказал убрать их оттуда. Это вам говорит президент. Выполняйте. — Майор Делл, мы немедленно выводим наших людей из шахты, — пообещал Маккензи. Однако, чтобы выбраться на поверхность, им понадобится минуты две или больше. Они могут воспользоваться лифтом. Всех убрать немедленно. 95, 94, 93. Оба ящика были уже открыты, когда Браймен передал в шахту полученный им по рации приказ. Президент приказывает покинуть место. Оставьте все как есть и поднимайтесь на лифте. Побыстрее. Ну вот. Никакой тебе серебряной звезды для майора Лебо. Быстрее, быстрее. Эти психи собираются запускать ракеты. Пятеро десантников бросились к лифту, поднялись наверх и побежали, увлекая остальных. Майор помог Браймену проковылять 20 ярдов к двери караулки. Мы ведь уже все подготовили. Все подготовили, — причитал сзади Типет. 38, 37, 36. Шевелитесь, шевелитесь, все наверх, — рокотал из динамика голос командира ударной боевой группы. Штук шесть мощных прожекторов ярко осветили лужайку. Точно это были гигантские театральные подмостки, и сотни напряженных взглядов смотрели, не отрываясь, как штурмовая бригада бежит к воротам базы. «Ворота заперты, черт повери!» — крикнул Лебо. «Выключатель в правой стойке ворот!» — ответил динамик. «Семнадцать, шестнадцать, пятнадцать, четырнадцать». Солдаты выбежали за ограждение и захлопнули за собой ворота. «Девять, восемь...» — «Они ушли, Делл!» — доложил Маккензи. «Все до единого!» Бывший замначальника разведки ответил не сразу. Он внимательно осмотрел все датчики и лампочки на приборной доске и снова поставил термостат системы сигнализации двери-ямы в рабочий режим. Сирена умолкла, и на мгновение воцарившаяся гробовая тишина показалась куда более угрожающей, чем ритмическое завывание сигнала тревоги. «Все ушли?» «Без суток?» — переспросил Делл. «Да». «Тишина». Обзорная телекамера медленно обвела прилегающую к базе территорию. Потом электронный взор устремился вверх и засек два набирающих высоту вертолета, которым предстояло возвращаться в Мальмстром. «Посмотрим», — предусмотрительно сказал Делл. «Обратный отсчет времени приостановлен на восьми, генерал. И именно с восьми мы возобновим отсчет. Если вы что-то предпримете, сообщите это президенту. Мы начнем отсчет с восьми секунд». «Я ему передам». «Больше им было нечего сказать друг другу». А в Пентагоне собравшиеся в боевом кабинете комитета начальников штабов генералы напряженно обсуждали то, что произошло, что могло бы произойти и что делать дальше, как вдруг пришло сообщение из Германии. Все телефонные линии западного Берлина отсечены. Советские МИГи заполнили воздушные коридоры к городу. Восточно-германские войска заблокировали движение транспорта на всех автобанах из Западной Германии в бывшую германскую столицу. Ситуация обострялась ежеминутно, и в каждом новом рапорте обстановка характеризовалась как ухудшающаяся. Что же касается трех контрольно-пропускных пунктов, через которые люди переходили из западного Берлина в восточный и обратно, их перекрыли танки. Движение метро на линиях, связывающих обе части города, прекратилось. Кризис обострялся, час от часу положение становилось все более серьезным, и никто не мог понять, что затеяли коммунисты и почему. Возможно, уже необходимо переходить на третий уровень обороноготовности. Утром, когда президент восстановит силы и будет чувствовать себя немного лучше, генерал Вуцайт спросит у него. Глава двадцать шестая Должно было пройти немало времени, прежде чем Дэвид Стивенс смог почувствовать себя хотя бы немного лучше и хотя бы ненадолго. Пока же он пребывал в мрачном расположении духа, был взволнован и напряжен. Нет, они бы не запустили ракеты, — наконец высказал он свое мнение. — Верно, — подтвердил Боннами, — они бы не запустили, потому что тогда у них больше ничего бы не осталось, никаких козырей на руках. — Верно. Но ведь они обезумели и перепуганы. Да, Винс, они обезумели и перепугались, и теперь могут учинить все, что угодно. Теперь они в отчаянии. Теперь они на краю пропасти. — Понял. — Принято. И они больше не ощущают себя в безопасности. Предположим, они и не знают в точности, что там делали эти десантники и что за оборудование они с собой принесли. Тем не менее, эти люди в гадюке-3 все же знают, что солдаты проникли внутрь и добрались до двери капсулы, а сигнализация не сработала. Боннами внезапно хватила волна усталости, пота, беспокойства и, самое неприятное, ощущение, что ему надо побриться. Это ощущение, которое было наименее существенным, почему-то доставляло ему наибольшее неудобство. — Может быть, они сейчас запустят? Ты это хочешь сказать, Дэйв? У сигары был примерский вкус. Это была отличная канарская корона, пятьдесят центов за штуку, но вкус у нее был отвратительный. И в кабинете, в этом огромном кабинете, отвратительно пахло после целого дня нескончаемого курения. Именно это я и хочу сказать. Мне кажется, я допустил ошибку, дав согласие на этот шторм. Я не виню военных, пойми, но это была грубая ошибка, моя грубая ошибка. А я не должен делать грубых ошибок, Винс. Вы немного их делаете, мистер президент. Если хотите знать, честно вам признаюсь, не просто как друг. Вы их сделали чертовски мало. Но, конечно, если сейчас вы лопухнетесь, то можете уничтожить весь мир. Усмехнувшись, заметил генерал. Но я бы не стал об этом беспокоиться. Я же не ты. Я беспокоюсь. Для сведений тех, кто ведет статистику автокатастроф на шоссе в канун Рождества, уровня преступности среди школьниц в Калифорнии, самоубийств в Швеции и международных кризисов, в тот самый момент в разных уголках земного шара было несколько людей, которые тоже очень беспокоились. В Бонне канцлера Федеративной Республики серьезно беспокоили новости из Берлина. В Москве пять высших маршалов Красной Армии, включая и начальника генерального штаба Барзенко, и главного маршала бронетанковых войск Алексея Союзова, были взволнованы не меньшим. Дешифровальщики ГРУ причитали переданный американцами приказ о повышении глобальной обороноготовности США на четвертый уровень, и это, ясное дело, была их реакцией на операцию «Ямщик». Глупо. Как глупо, как глупо. Величайшей глупостью была и вся эта операция, попытка заварить очередной берлинский кризис, дабы за несколько недель до начала Бухарестской конференции поразить страной коммунистического блока твердостью советского руководства. Глупо, глупо, глупо. Обревавший его мысли Алексей Союзов мог бы облечь в слова, если бы был уверен, что кабинет не прослушивается. Но он, вероятно, прослушивался. И, тем не менее, все это так глупо. «Ямщик» был глупостью. И американская реакция была глупостью. И ответ Центрального комитета на их реакцию тоже, вне всякого сомнения, будет глупостью. И все оценки случившегося, которые появятся в газетах Лондона, Пекина и Мехико, тоже будут глупыми, хотя, по большому счету, несущественными. Существенно же то, что Центральному комитету следует впредь действовать осторожно, прагматично, а не руководствуясь идеологическими соображениями или эгоистическими интересами. «Сама по себе операция прошла отлично», — повторял торжествующий Барзенко. «И мы выполнили каждый этап плана точно по графику». «Да, все провернули хорошо», — согласился главнокомандующий ВВС Красной армии. «Мы добились цели плана», — продолжал Барзенко. «И теперь дипломатам и пропагандистам остается извлечь максимальную выгоду из нашего достижения». «Ну, конечно», — хором отозвались оба маршала. Союзов промолчал. «А ты не согласен, Алексей?» — спросил один из них. «У меня нога болит», — ответил тот уклончиво. «Это погода», — напомнил Барзенко, присутствующим, выказав отменные умения, улаживать любые разногласия, умения, которым он и был обязан, главным образом, за свой взлет по службе. Он был мастером компромиссов, сглаживания острых углов, утрясания всяческих конфликтов. «Так вот, я и говорю. Операция увенчалась успехом, и я проинформировал министра обороны, а он доложил ЦК. А им кто-нибудь доложил, что американцы повысили уровень обороноготовности до четверки?» — с вызовом спросил старый танкист. Это был неуместный вопрос, заданный с неуместной прямотой, что было вполне в духе Союзова. Все в кабинете и так поняли, что маршал Барзенко передал донесение министру, а министр передал его ЦК. Такова была стандартная процедура, и об этом не было нужды тревожиться, как не было причин считать, что ЦК сделает что-то большее, чем просто примет информацию к сведению. Даже ввиду нажима со стороны китайцев, угрожающих то ли сорвать, то ли использовать к своей выгоде бухарестское совещание, ЦК, безусловно, не собирался предпринимать никаких рискованных шагов. «Министру было доложено», — спокойно сказал Барзенко, — «и можно предположить, что об этом он поставил в известность ЦК. Я, однако, не думаю». Прибытие курьера от министра обороны прервало маршала. Краткое сообщение гласило, ЦК КПСС выражает единодушное убеждение, что СССР не запугает реакция американских империалистов, которой не более чем очередной блеф. Четырем бронетанковым дивизиям Союзова в Польше вменялось выдвинуться немедленно к западу и подойти на 30 миль к западно-германской границе. Глава 27. К двум утра почти все в Мальмстроме спали. Разумеется, полицейские ВВС, охраняющие территорию баз и другие, стоящие у дверей изолятора госпиталя, не смыкали глаз, как и бригадный генерал Стоунсайфер, и пять его полковников, и дежурный офицер. Но почти все прочие, включая и доктора Стэнли Бигельмана, и избитого офицера ракетного расчета, и офицеров разведки, доставивших в Мальмстром доктора Лангера и сестру Келлерон, все они спали. Бигельман беспокойно метался, досматривая сон, в котором действовали доктор Лангер и сестра Келлерон, пантомимически воспроизводившие последние главы Фанни Хилл, с мастерством, способным поразить воображение Марселя Марсо. Зрелище было очень живое, с приятным музыкальным оформлением в отличной стереофонической записи. В бодрствующем состоянии доктору Бигельману хватило бы здравого смысла понять, что Лангер никогда бы не осмелился спать с медсестрой в одной постели в палате госпиталя ВВС. В семи ярдах от комнатки Бигельмана, где он мирно похрапывал, доктор Лангер и медсестра Келлерон сладко спали, заключив друг друга в объятии. На лице у фигуристой блондинки играла блаженная улыбка, порожденная ее женской интуитивной догадкой, что не пройдет и нескольких месяцев, как она станет миссис Лангер. Это, конечно, должно было доказать время, но она надеялась. Пока она надеялась и блаженно улыбалась во сне, Делл мерил шагами тесное пространство капсулы, и на лице у него было выражение горького недоверия. Он понимал, что у него нет ни малейшего основания доверять кому-либо из них, ни генералитету, ни правительственным чиновникам, ибо его приговорили к смерти, а он и не доверял. Нет, теперь это было не просто недоверие, это был гнев, уже более неподавляемый. Он уже давно был разгневан по целому ряду причин. Бремя недюжинного интеллекта, обаяния, усердия и удачливости лучшего среди равных и блестящего умом и лицом было лишь одной из причин. Были и иные, как и шок от серии внезапных атак, внутренних и внешних. — Мы скоро будем заправскими гостоправами, — объявил Пауэлл, закончив перевязку раненого Канелиса. — Как он? — Он в порядке, майор. Не в лучшей форме, но вполне. — Ну, о ком ты? — Фелка расхохотался. — Этот мерзавец должен радоваться, что жив остался, — заметил наемный убийца. — А мы должны радоваться, что дьякон не промазал. — Верно, Ларри. Конечно, если бы у меня был контрактик, я бы его угрохал, — стал объяснять палач преступного мира. Мне ведь никогда не платили за то, чтобы я ранил кого-то. Такого контракта у меня еще не было. — Тебе бы надо было их обоих уложить, — рявкнул Шанбахер. Чернокожий покачал головой. — От старого доброго Харви всегда можно услышать что-нибудь свирепое. Он всегда поддержит беспричинное и неоправданно жестокое кровопролитие. Старый добрый Харви, наверное, был грозой всех местных лягушек и кошек, когда ребенком бродил вокруг дома со своим скаутским перочинным ножичком. — Они оба просто идиоты, — печально заметил Делл. Безмозглые, сопливые кандидаты в героя. Боже, как же я всегда терпеть не могу эту породу. — Харви, может быть, на сей раз прав. И без всякой причины, без всякого логичного повода он вдруг на долю секунды представил ее лицо. Да и она, какая она была в самом начале, красавица. — Майор, если бы ты был одним из тех, что лежат там связанные, — осторожно начал Павел, — что бы ты сделал? — Я бы не... — Майор, разве ты бы поступил не так же? Теперь гнев Делла стал почти осязаем. Гнев был не только во взгляде и в выражении лица. Все его тело было охвачено яростью. — Эй, Ларри, — хохотнул Фелк, — Виллибойк считает, что у тебя тоже есть задатки героя. Так что нечего тебе раздувать пары. — Все мы должны быть героями перед очами Всевышнего, — торжественно пробубнил Хокси. Ибо день страшного суда грянет. Я слышу глаз трубы, возвещающий об Армагеддоне. — Старик, я ни хрена не слышу, — признался Фелк. — Может, мое ухо настроено на другую волну? — Я слышу Тони Беннета, — ясно и четко. — Но я уже сыт по горло всем этим, в особенности дешевым психоанализом, в котором подвязается автомеханик. Это ясно? — Да, майор. — И от этого твоего майора меня тошнит. Понял, Виллибой? — Не разоряйся, Ларри, — строго сказал Фелка. — В конце концов, диак, может, и прав, и не стоит накануне судного дня брызгать слюной друг на друга и таить злобу. Остынь. — Трубы несут весть, — подтвердил Хокси. — Ну, точно, — вмешался наемный убийца, — и ко вторнику вечером они заиграют девочку из Ипанемы. — Это бразильская, — определил бывший морской пехотинец, — а мы едем в Перу. И в Перу есть девчонки. А вот сейчас пойду вздремну еще, и они мне приснятся. — Давайте будем собачиться утром, а? — Не дожидаясь ответа, Фелка повернулся, бросил последний взгляд на телеэкран и, не увидев ничего нового, отправился на верхнюю койку. Минуту спустя он слез вниз, чтобы проверить, хорошо ли связаны пленники. — По-моему, глупо лишать себя нижней койки из этих двух придурков. Пускай они даже по уши в крови. Он зевнул. — Да, эти койки и нам сгодились бы, — пожаловался насильник. Фелка сбросил сверху две подушки. — Вы, ребята, преклоните на них свои головы. Надеюсь, на полу вам будет не очень жестко. Пауэлл смотрел, как Фелка устраивается на верхней койке. — А за какие такие заслуги ты получил право занять эту койку? — спросил он. — А у меня котелок варит. — Мне хватило ума захватить койку, пока вы, мудрецы, вели толковище да цапались. — Это называется природный ум. — Ну, спокойной ночь. Шанбахер быстро завладел одной подушкой, унес ее в туннель и неуклюже примостился на линолеуме. Желая всем дать понять, как ему неудобно, он издал целую руладу душераздирающих вздохов и покряхтований, официально удостоверяющих его неудовольствия. Хокси просто сел в углу, закрыл глаза и погрузился в свою благочестивую паранойю. — Трудно определить, спит он или бодрствует, — подумал Пауэлл, — но это и не важно. Дэлл все еще крутил ручку управления перископом, пытаясь определить расположение вражеских позиций. — Есть что-нибудь? — спросил Пауэлл. — Не знаю. — Мы в прошлый раз ничего не заметили. — Ума не приложу. — Как эти суки проникли сюда? — Надо бы выяснить. — А не то они попробуют еще раз. Бывший офицер Сак не сказал этого, но ему и не надо было. — Если уж и существует на свете хороший офицер, — размышлял Пауэлл, — то Дэл, несомненно, один из таких. — Он мыслил на опережение. — Он обладал организаторскими способностями. — Он планировал реальные шаги и пытался предвидеть ответные шаги неприятеля. Он был хладнокровен, но и опытен. — А враг? — Врагом был Дэвид Стивенс и Мартин Маккензи и вся мощь вооруженных сил Соединенных Штатов, включая и корпус морской пехоты, в котором Пауэлл провел восемь лет жизни. — Все в этой стране — белые, черные, молодые, старые мужчины и женщины — все были теперь их врагами. — Хотел бы я получше разобраться в устройстве этих ракетных баз, — подал голос сержант. — Но они для меня темный лес. — А я вот все знаю об устройстве этой ракетной базы, все досконально, и все же не могу понять. Ведь я все знаю. Всю систему безопасности, систему сигнализации, снизу доверху. Потом Лоуренс Дэл улыбнулся. — Ах, вот оно что, все верно. Они спустились с крыши, миновав поле видимости телекамеры. — На вертолетах? Дэл закивал головой. — Так и есть. — Так и должно быть. Эти сволочи не смогли проникнуть сюда по земле, поэтому они выслали группу прорыва. На крышу, потом в караулку, а потом и в яму. — На лифте? — Нет, Вилли. — Лифт стоял неподвижно. Если бы он сдвинулся с места у нас на пульте, загорелась бы и контрольная лампочка. Они спустились по шахте на канатах или веревочных лестницах, вскрыли крышу лифта и подкрались к двери. Так оно все и было. — Но больше они этого не смогут повторить. — Почему же? — Да потому что они поднялись на лифте наверх, когда мы заставили их драпануть. А теперь они смогут проникнуть в шахту только на лифте. — И мы об этом сразу узнаем. — Значит, теперь мы в безопасности? — Мы в безопасности. Делл сиял. Он теперь был уверен. Он снова контролировал ситуацию. Он торжествовал маленькую победу. — Бери вторую подушку и иди трыхнуть, — приказал он. — А я посплю в командирском кресле. — Бери подушку. Да, Деллу ужасно нравилось красное командирское кресло. — Я разбужу тебя через пару часиков, и ты заступишь на вахту, — напутствовал Делл сержанта. Как всегда, он заботился о своих бойцах. Пауэлл прилег на холодный пол и тут же уплыл в ласковую тьму, с сияющей широкой улыбкой на лице, куда более широкой, чем та, что украшала личико спящей медсестры в изоляторе госпиталя в Мальмстроме, Лоуренс Делл откинулся на спинку кресла и стал следить за крохотными фигурками на телеэкране. Он не спал уже больше суток, но, наблюдая за этими пигмеями, он чувствовал себя превосходно. Теперь, когда он раскусил вражеский план, его враги снова превратились в пигмеев, и ему больше не было нужды злиться. Его злость постепенно растворилась в тишине контрольно-пускового зала, которую нарушало лишь мягкое, почти неслышное урчание кондиционера. Страх. Страх и сопровождающий это чувство взрыв адреналина в крови нахлынул вновь, и глаза налились болью. — Бензидрин! Надо было бы им по пути сюда грабануть аптеку и добыть бензидрина. Да, как это он не досмотрел! Делл двинулся к раковине, плеснул на лицо немного холодной воды и ему полегчал. Он тщательно вымыл лицо и руки, и когда вернулся к креслу, сон уже почти окончательно отлетел. Но через двадцать минут он заснул. Шонбахер в течение нескольких минут вслушивался в ритмичное дыхание, изредка приоткрывая глаза. Так-так. Усталость овладела всеми. Все они спали. И теперь настала пора Шонбахеру позаботиться о собственном спасении. Его пропуском станут стартовые ключи. Насильник опасливо привстал на одно колено, огляделся по сторонам и выпрямился во весь рост. Это будет очень просто. Он разулся, лег на живот и бесшумно пополз вперед. Самое главное — не шуметь. Он пополз к командирскому креслу. Еще раз осмотрелся и вынул пистолет. Дважды он ударил Делла по затылку. Красивая голова упала вперед на пульт управления. Отлично. Шонбахер сунул руку в карман Делла, пошарил там и, наконец, нащупал ключи. Достать их оказалось делом непростым. Но, в конце концов, это ему удалось. Он со вздохом взглянул на спящих, тихо вышел из капсулы и зашагал по туннелю к стальной двери. План его был очень прост. Он передаст ключи военным, и правительство в награду дарует ему свободу. Прочие, те, что спят сейчас в капсуле, перестанут представлять опасность, и военные с легкостью уничтожат этих кретинов. Он подошел к двери, опустил ключи в карман своего комбинезона и взялся за шпингалет огромной задвижки. Он надавил изо всех сил на шпингалет щелк. Щелчок оказался довольно громким, и бывший вьетнамский ветеран мгновенно проснулся. Пауэлл схватил автомат, обвел взглядом капсулу и заметил в конце туннеля у двери толстого насильника. Сержант тотчас оценил ситуацию и первой очередью убил Шонбахера на повал. Толстяк еще не успел коснуться пола, а Пауэлл уже мчался вихрем по туннелю. Теперь самое главное — дверь. Бывший сержант осторожно обошел окровавленную кучу мяса на полу и задвинул огромную задвижку. Только после этого он взглянул на труп и сразу распознал знакомый силуэт стартового ключа, выпиравшего из кармана заляпанного кровью комбинезона. — Сволочь! — сказал он, обернувшись к выросшему за его спиной фелка. Этот гад взял ключи и уже собрался с ними сделать ноги. Наемный убийца отозвался потоком нецензурной брани. Пауэлл, глядя на жирное тело, думал, что ему до сих пор еще не приходилось никого убивать вне поля боя. Это ему показалось странным, о чем он и сказал. — Ты просто давно не практиковался, Вилли, — усмехнулся Фалко. Пауэлл вынул ключи из кармана Шонбахера. Они вернулись в капсулу и стали приводить в чувство своего командира. Шонбахер стукнул его чем-то. — Он видишь? — бормотал палач преступного мира. — Наверное, сначала стукнул, а после достал эти чертовы ключи. — Харви всегда был склонен к насилию и к идиотизму, — ответил чернокожий, поднимая пальцем веки Делла. — Этому тесту он обучился у санитаров во Вьетнаме на передовой. — На этот идиот все равно далеко бы не ушел, даже если бы он и открыл дверь. — Нет, нет. — Слушай, жеребчик, намочи тряпку, а. Фалко секунд через двадцать принес требуемое, и Пауэлл приложил ткань к окровавленной ране на затылке Делла. — Так почему он бы далеко не ушел, Вилли? — А потому что он же не воздушный шарик. Ему бы никак не удалось вылезти на поверхность, даже если бы он проник за дверь, — объяснил Пауэлл. — Ведь лифт стоит наверху. — Ха! Ну и идиот! Делл заморгал, веки Делла шевельнулись. Ну, ожил. — Потеря невелика. Без Харви доля каждого существенно увеличилась, — подсчитал Фалко. — А что? Тебе еще не по себе от того, что ты угрохал толстяка? — Виллибой Джастис Пауэлл трезво поразмыслил над вопросом. — Да, все еще не по себе, — ответил он. Глава двадцать восьмая В обычный день или в то, что в округе Колумбия считалось обычным днем, бригадный генерал Винсент Бонами просыпался в семь ноль ноль, принимал душ, брился, одевался и завтракал. В восемь ноль ноль за ним приезжали на машине ЦРУ, по этому графику, обычному по рабочим дням, когда Дэвид Стивенс находился в Вашингтоне, Бонами приезжал в Белый дом в восемь тридцать пять, а в восемь сорок пять делал доклад президенту. Но в это утро понедельника все было по-другому. Прежде всего, Бонами проснулся не у себя в спальне, а в гостевой комнате Белого дома. Во-вторых, когда он проснулся, было только шесть-десять, и после четырехчасового сна он находился не в лучшей своей спортивной форме. Но было еще и третье обстоятельство, наиболее существенное. — Мне очень жаль, что поднял Вас так рано, генерал, — извинился молодой адъютант, — но президент хочет видеть Вас немедленно. Может быть, ему было совсем не жаль. Может быть, он был страшно рад возможности лишний раз потревожить генерала. Ему ведь было всего двадцать шесть, этому капитану. — Кофе, сэр, — предложил он весело. — Я принес кофейник и чашку. Один из этих молодых, да ранних. К тридцати годам он будет носить нашивки майора и женится на дочке конгрессмена Хартунг. Эта фамилия была выбита на его именной планке. Майор Хартунг. Полковник Хартунг. Очень может быть. Ибо уж больно он ретив, особенно в столь ранний час. Конечно, этот щеголеватый ублюдок не расхлебывал кашу вокруг гадюки три все воскресенье и не сидел без сна до двух утра накануне. С сахаром осведомился услужливый капитан, когда бонами сел в постель и налил себе кофе в чашку. — Этот капитанешка, возможно, пьет без сахара, — размышлял генерал. — Этот капитанешка худой, наверняка сидит на диете, не курит и следит за собой. Ну и хрен с ним. — Два куска, — презрительно сказал бонами. — Хрен с ними со всеми. После второй чашки кофе бонами почувствовал себя лучше. — Где он? — Президент, сэр? — Нет. Марлен Дитрих раздраженно бросил бонами, снимая пижаму, предоставленную ему администрацией Белого дома. Капитан Хартунг мило улыбнулся. Он считал, что все генералы, чиновники Министерства сухопутных сил и члены Сенатского комитета по военным делам отличаются остроумием. Президент в своей спальне наверху. Он уже с полчаса как на ногах, поскольку встал сразу же, как пришел телекс и позвонил государственный секретарь. Бонами осмыслил услышанное, потом взглянул на скомканное белье, рубашку и мундир. — Я осмелился позвонить вам домой, сэр, и мы послали туда машину, чтобы привезти вам свежую одежду. Надеюсь, вы не возражаете, генерал. — Очень мудро с вашей стороны. Сейчас я быстро приму душ. Бонами принял душ и побрился, но машина еще не вернулась. Поэтому он надел мятую одежду и поспешил к Дэвиду Стивенсу. Стивенс был еще в пижаме и купальном халате и говорил по телефону. — В девять часов. — Договорились. — Закончил он и обернулся к Бонами. — Да, генерал, вы выглядите просто ужасно в это славное утро понедельника. Вы что, спали в одежде? — Я чувствую себя просто ужасно. И я спал не в одежде. Но просто в эту самую минуту мой свежевыглаженный мундир находится в машине Белого дома, которая спешит сюда. — Но ты же разбудил меня не для того, чтобы обсуждать мою внешность, а? — Нет. — Берлин. — Бонами заморгал. — Русские полностью блокировали Берлин. Поставили кордоны на всех автобанах, закрыли все КПП и заполнили все коммерческие воздушные коридоры своими мигами. Лихо. — Ой, как лихо. — Колдуэлл, как мне доложили, будет выступать в программе сегодня в 7.15. И, по слухам, он собирается осудить провокацию красных, задумавших продемонстрировать всему Западу военную слабость Соединенных Штатов. Ну, и как тебе это нравится? Ужасно нравится. — Дэйв, давай оставим пока Колдуэллы. Ты помнишь ту версию 23-го псалма, который любит цитировать Билл Фрост? — Господь мой пастырь, так что пусть его мать и беспокоится. Вот и будем действовать в таком духе. Это Петрушка с Берлином. Что случилось? Ну, пока мы не знаем. Гроссвинерс считает, что они оказывают на нас давление, чтобы мы признали Восточную Германию. А вот Майклсон подозревает, что тут куда более коварные и неясные мотивы. Ну, конечно, он вечно во всем видит куда более коварные и неясные мотивы. А что вы думаете, мистер президент? — Доброе утро, сукин ты сын. Боннами покачал головой. — Нет, серьезно? — Что ты по этому поводу думаешь, Дэйв? — Ничего не знаю. Но у меня подозрение, что они ищут для себя выгоду, надеясь набрать пропагандистские очки как раз накануне наших выборов. Они считают, что как раз сейчас смогут чего-нибудь себе получить задарма, что мы будем позговорчивее и нерешительнее. Они будут выглядеть крепкими и опасными, а мы снова окажемся бумажным тигром. Ну, и? Президент встал, подошел к окну и выглянул на лужайку перед Белым домом. Нет, они сделали ошибку. Никаких тигров, ни бумажных, ни соблезубых. Выборы, не выборы. Гадюка три, не гадюка три. Мы в панику не ударимся. Ты отчаянный парень, Дэйв. Стивенс благодарно кивнул. Я понимаю, что ты это говоришь просто в надежде выторговать для себя тепленькое местечко в правительственном аппарате, подразнил он своего помощника. Но мне все равно. Во всяком случае, даже если эта заварушка вокруг Берлина представляет опасность, я не считаю ее первостепенно важной. С военной точки зрения, если бы они намеревались нанести нам удар, они бы никогда не стали так грубо работать. Правильно? Возможно, нет. Все мы по обе стороны, похоже, только и рассчитываем, что на внезапный массированный превентивный удар. Президент увидел собственное отражение в окне. — Пойдем, поговорим, пока я бреюсь. Мне хочется разобраться с этим и собраться с мыслями перед совещанием Совета нацбезопасности. Я назначил совещание на девять утра. К тому времени твой мундир будет здесь. — Надеюсь, — ответил Боннами, ибо мне совершенно не хочется смущать ни вас, ни ЦРУ, ни ВВС. Дэвид Стивенс брился, мылся, одевался и разговаривал со своим старинным другом, а в 7.15 они смотрели, как сенатор Колдуэлл обличал отдающую гнильцой администрацию Стивенса в утренней программе «Сегодня» по каналу NBC. В 7.35 позвонил Рэй Гамбинер, чтобы обсудить политическую подоплеку нынешнего берлинского кризиса и намерение Колдуэлла в связи с ним. — Вы идете голова в голову, Дэйв, — предупредил он, — и ты не можешь позволить ему перехватывать инициативу в таком деле. Тебе следует сделать собственное заявление и побыстрее. — Чтобы оно успело попасть в дневной выпуск газет и вечерние новости. — Рэй, я сделаю заявление, как только все тщательно обдумаю, — ответил спокойно Стивенс. — Я же не какой-нибудь сенаторишка-горлопан, только и мечтающий о Белом доме. Уже нет. Я президент Соединенных Штатов, и когда я говорю, я говорю от имени и во благо Соединенных Штатов. Так что я не могу просто изрекать патриотические благоглупости и трубить марши, подобно Колдуэллу. — Дэйв, я понимаю, ты устал, — сердобольно заявил председатель Национального комитета партии. Но решительное заявление прямо сейчас, безусловно, было бы в интересах страны. Ты не согласен? — Насколько решительное и как быстро. Вот в чем вопрос. — Весьма решительное и весьма быстро, если ты хочешь остаться президентом. Ты должен показать народу, что ты не устал, не испугался и точно знаешь, что делать. Президент Соединенных Штатов не смог удержаться от смеха. — Ну и что тут такого смешного, Дэйв? — повысил голос Гамбинер. — Больше никто в этой стране не знает, как себя вести в любой ситуации, не только в ответ на наглость и хамство. И все хотят, чтобы президент оставался дееспособным, незапятнанным и пользовался доверием. Ты можешь доказать, что ты и то, и другое, и третье, даже если это не так своим заявлением. — Рэй, я не хочу наращивать конфронтацию. Я хочу, чтобы она не разрасталась, чтобы эмоции не брали верх над разумом. Я не хочу поддаваться нажиму, но также не хочу и оскорблять или унижать другую сторону. Пока Гамбинер доказывал, что советы, вероятно, не отнесутся слишком серьезно ни к какому официальному заявлению американской стороны, Стивенс понял, что обсуждать «Гадюку-3» с партийным функционером просто бессмысленно. Вне зависимости от того, как эта проблема разрешится, слух о катастрофе на ракетной базе, конечно же, какой-нибудь доброход раструбит как раз накануне выборов. И было бы, вне всякого сомнения, мудро с политической точки зрения, известить Гамбинера об этом происшествии заранее, чтобы он смог потом потушить скандал. Однако, если известить об этом Гамбинера, то, вероятно, президенту будет трудно потушить скандал сейчас. Ведь вполне логично и даже необходимо ждать от председателя политической партии, что буквально на все события в мире он смотрит сквозь призму политики, воспринимая их в перспективе победы на будущих выборах. Но Дэвиду Стивенсу приходилось также учитывать и иные соображения. — Я поговорю с Гроссвиннером о заявлении, когда он приедет сюда к девяти, Рэй, — пообещал Стивенс. — Можешь в этом не сомневаться. — Решительное заявление? — Рэй, я хочу победы на этих выборах не меньше твоего, даже больше, если только ты можешь в это поверить. — Тогда в партии им, мистер президент, и в партии им как следует! В течение следующего часа президент получил еще несколько донесений и телефонных звонков, касающихся берлинского кризиса, и мундир Боннами прибыл как раз вовремя, и он успел переодеться до заседания Совета национальной безопасности. Государственный секретарь Гроссвиннер приехал с проектом заявления, отличавшегося искренностью, уклончивостью и изобиловавшего ссылками на международные договоры и прошлые официальные заявления американского правительства. Такое заявление с успехом мог бы сделать Питер Устинов, но для Дэвида Стивенса его было недостаточно. Министр обороны Дарби принес атташе кейс, набитый планами военных действий в непредвиденных ситуациях. В Минобороны и в Комитете надштабов собралась уже целая библиотека непредвиденно-ситуационных планов и годовых подшивок журнала National Geographic. Рассудив, что президент уже читал National Geographic, Дарби предложил его вниманию три непредвиденно-ситуационных плана под кодовыми названиями «Пивная бочка», «Харпер Велли» и «Сэнспид». Все предназначенные для разрешения берлинских кризисов. Лепта ЦРУ в общее дело представляла собой дайджест перехваченных телефонных переговоров между советским маршалом Кабрыниным в Восточной Германии и генеральным штабом Красной Армии в Москве, плюс политический анализ возможных советских намерений, подготовленный Управлением русских дел. Это был, надо сказать, весьма проницательный анализ, предлагавший целую серию сценариев советского поведения в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке, а также секретную повестку дня переговоров между советами и Китаем, запланированных на январь. Доклад Майклсона произвел сильное впечатление на присутствующих, но он ни в малейшей степени не содержал ответов на мучившие Дэвида Стивенса вопросы. «Между прочим, — сказал в заключении Майклсон с тонко рассчитанным безразличием, — название этой игры «кучер», по-русски «ямщик». Кабрынин несколько раз употреблял слово «ямщик», и нам известно, что он является непосредственным руководителем операции. Агентство нацбезопасности за истекшие несколько месяцев неоднократно засекало упоминание о ямщике. Теперь, располагая стенограммы переговоров Кабрынина, можно не сомневаться, что это именно та операция, которую они уже давно готовили. «Знать название игры — это замечательно. Хорошо бы еще знать счет. Кучер — это мало что говорило, а русские тебе вообще еще ничего не сказали. Если они затеяли свою обычную игру, то они будут ждать официальное заявление Вашингтона, и затем разобьют его в пух и прах мощным потоком злобных и кичливых клише. Они могут себе позволить занять выжидательную позицию, ибо они блокировали Берлин и завладели инициативой». «Джентльмены, хотя цели советов не ясны», — начал президент, «а я не хочу преуменьшить значение анализа, который мы только что услышали, нам необходимо подготовиться к ответным мерам». «Но пока мы не перешли в контрнаступление, а это день-два, нам необходимо сказать что-то, обнадеживающее нашим друзьям в Боне и Берлине». «Германский посол уже трижды звонил мне сегодня утром и просил у нас поддержки», — должил Гроссвейнер. «Также английские и французские послы интересовались, что мы намерены предпринять». «Ну что ж, очень на них похоже», — бросил министр обороны. «Сами они не пошевелят и пальцем. От них ничего не дождешься стоящего. Они ждут, что мы сами во всем разберемся, а потом их газетенки в любом случае взвалят на нас всю ответственность. А их режиссеришки будут подписывать петиции, осуждающие вмешательство США в европейские дела». «Ты заговорил, как сенатор Колдуэлл, Боб», — уколол его Майклсон. «Так вот я и говорю», — продолжал Стивенс. «Сегодня днем мы обнародуем заявление в Госдепе. Мне пока что нет необходимости встревать в это дело, так что ты, Артур, и сделаешь это заявление. Созови пресс-конференцию в два, и тогда заявление попадет в дневные выпуски газет и в семичасовые новости. Сделай спокойное, но твердое заявление, которое даст нам оттяжку времени для обдумывания конкретных действий». «Боб», — обратился он к министру обороны, — «Сэнспид, если я не ошибаюсь, предполагает создание воздушного моста. Сколько времени потребуется, чтобы мобилизовать транспортные самолеты и истребители сопровождения?» «Мы можем частично развернуть операцию такого рода в 24 часа, а еще через 36 часов мы уже развернемся вовсю. Так что и грузовики будут приземляться в Берлине каждые четверть часа». «Я склоняюсь именно к этому. Тут минимальная опасность и наименьшая вероятность спровоцировать эскалацию конфликта. Так мне думается. Можем начать пока без истребителей сопровождения, но бросим их в случае необходимости». Раздался стук в дверь. Вошел капитан Хартунг с донесением для Дарби, доставленным фельдъегерем комитета надштабов. «Мистер президент, создается впечатление, что русские уже полным ходом проводят эскалацию», — объявил министр обороны, изучив восемь строк машинописного текста. «Снимки, полученные нашим разведывательным спутником, показывают, что по меньшей мере три советские бронетанковые дивизии покинули свои базы в Польше. И, похоже, они направляются к западу. Две из них уже находятся на территории Восточной Германии». Стивенс заметил, как Боннами пожал плечами и согласился. «Трудно сказать, что все это значит. Ну, трудно сказать, наверняка. Только в качестве предосторожности, — начал Дарби, — я бы предложил... — Спасибо, спасибо, — оборвал его Стивенс. — Нет, мы пока будем наблюдать и оценивать. Пусть все разведывательные группы неотрывно следят за перемещениями этих дивизий. Пусть только ведут наблюдение, и не более. — Пока. Теперь я хочу обсудить ситуацию на Гадюке-3. В настоящий момент там обстановка еще более угрожающая, чем в Берлине. Артур Рендрю Гроссвинер спал с лица. Артур, — укоризненно начал президент, — мы сталкиваемся с берлинским кризисом раз в два года. Это уже становится традицией, как день труда. Теперь давайте обратимся к ситуации на Гадюке-3. Мистер президент, министерство обороны и комитет над штабом вплотную занялись этой проблемой, и после тщательного изучения обстановки мы выработали новый план. Какой? В данном случае речь не будет идти о попытке захватить штурмом капсулу, оснащенную сложной системой безопасности, — говорил Дарби. Речь идет о способе предотвращения запуска ракет из шахты. Мы можем этого добиться с помощью танков М-60. — Я слушаю, слушаю, — заметил президент. Маршал Федор Барзенко также заинтересовался последними событиями, весьма необычными событиями на ракетной базе САК в штате Монтана. Недавно поступил сигнал советского рыболовецкого траулера «Орлов», несущего патрульную службу вблизи Ванковера. Судно передало сообщение от агента в юго-западной Канаде, которому позвонила женщина из Грейтфоллс. Женщина-телефонистка-коммутатора сообщила, что на базе ВВС в Мальмстроме происходит что-то странное. Никому не позволено покидать территорию базы, и вся телефонная связь базы с внешним миром практически прервана. Но и это не все. Двухмильный отрезок шоссе вблизи ракетной базы минетменов был заблокирован для гражданского движения армейскими кордонами, и водителям, которых посылали в объезд, давали уклончивые объяснения, ссылаясь на какие-то тактические учения. Все это было неправдоподобно. Для проведения тактических учений САК не стало бы мобилизовывать армейские подразделения, ибо американские ВВС обеспечивали безопасность своими силами. Маршал Барзенко решил, что хитроумные америкашки что-то замышляют, и этот вывод тотчас заставил его вновь вернуться к Берлину и глобальному повышению обороноготовности американских сил на четвертый уровень. Да, все-таки Центральный комитет правильно решил выдвинуть эти танковые дивизии. Возможно, уже необходимо двинуть дополнительные силы к Западу, и, вероятно, не помешало бы объявить повышенную боевую готовность во всей Красной Армии, а, может быть, и полную боевую готовность. Глава двадцать девятая «Я дам вам знать около часа дня», — пообещал президент Стивенс министру обороны, когда заседание Совета нацбезопасности завершилось. «Стоит об этом подумать, правда?» — заметил Дарби. «Мы запустим 50-тонные танки на бетонные колпаки ракетных шахт одновременно, и компрессор не сможет открыть их для боевого запуска. Танки уже в пути. Они будут там как раз к часу». «Я тебе сообщу, Боб», — повторил президент. После того, как члены СНБ разошлись, в кабинете появился пресс-секретарь Белого дома и сообщил, что толпы журналистов интересуются, когда же глава государства издаст свое заявление по ситуации в Берлине. С тем же вопросом уже обратились многие видные конгрессмены и сенаторы. Стивенс поручил ему объявить, что государственный секретарь даст по берлинскому кризису пресс-конференцию в 14.00, и что президент внимательно изучает ситуацию, чтобы дать свои собственные комментарии, как только ситуация в полной мере прояснится. «Это, конечно, лучше, чем комментариев нет, но все же не намного лучше», — заметил Тим Грассер. «Тим Грассер давно работал на Стивенса и на протяжении последних 11 лет занимался связями с общественностью. Его профессиональная компетентность не уступала его откровенности». «Тим, не гони волну», — посоветовал Стивенс. «Только между нами, Дэйв. Когда эта ситуация, по-твоему, в полной мере прояснится? Во вторник, в среду? Ты же знаешь, очередные дебаты с Кол-Дуэлом состоятся в среду вечером». «Я знаю, знаю. До свидания, Тим». «Ты в последнее время выражаешься как истинный президент», — прокомментировал Грассер. «Да, потому что я и есть президент». «Что-нибудь еще, Тим?» «За дверью ждет Билл Фрост с меморандумом, о котором ты просил». «Впусти его». «Никогда не следует портить отношения с генеральным прокурором. Он же в любой момент может начать против тебя следствие». На Грассера это поползновение на Островуме не произвело впечатления. «Ну, я-то этого не боюсь. Я же не совершал никакого государственного преступления с тех пор, как в четырнадцать лет подстрелил из духовушки перелетную утку. А срок давности уже давно вышел». «Впусти его, Тим». Через минуту Фрост вручил президенту меморандум. «Вот доказательство, что ты, вне всякого сомнения, имеешь право дать им требуемую сумму», — заверил он. «Тридцать девять страниц, безукоризненных с юридической точки зрения обоснований, со ссылками на Конституцию и с цитатами из решения Верховного суда. Тяжбы. Уинстон против Джекобсона, Барр против Дальтона, Маркл против Соединенных Штатов. Знаменитые дела, которые ты, конечно же, изучал на юрфаке. Я полночи не спал и трудился над этим великолепным текстом вместе с моим гениальным правоведом Джерри Моррисом. Он когда-то преподавал право в Северо-Западном юридическом колледже, что уже само по себе дает ему преимущество. Я считаю, что университетские крысы обладают особым талантом к крючкотворству и грязным делишкам». «Это достаточно веско, Билл?» Генеральный прокурор имел неподражаемый дар удивленно поднимать брови. Этот дар он продемонстрировал в данный момент. «Возможно». Текст получился длинным, занудным и трудным для понимания. Только лишь по этой причине три четверти граждан страны и две трети от списочного числа конгрессменов должны принять его к сведению. Я старался сделать меморандум настолько длинным, чтобы даже Нью-Йорк Таймс не стала публиковать его полностью. Но Моррис сказал, что это невозможно. «Официальные документы не могут быть столь длинными. Однако я могу гарантировать одну вещь. Ни один комментатор во всех трех общенациональных телесетях не сможет расшифровать этот текст». «Великолепно». «Им придется обращаться за разъяснением к профессорам из Гарварда и Колумбики, чтобы осмыслить хотя бы пунктуацию», — Фрост. «Кстати, я не хочу показаться любопытным, но все же, мистер президент, что у вас с гадюкой-3?» «Ничего. Мы сидим и ждем. Военные прошлой ночью пытались взять капсулу штурмом, и это им почти удалось. Теперь у Дарби есть новый план, который, по мнению комитета надштабов, безукоризнен. И вот теперь мы все, мы сидим и рассматриваем этот вариант». «Я не очень-то верю в стопроцентную надежность, чего бы то ни было, мистер президент. А что вы думаете о новом плане, генерал?» Бонами полез в карман за сигарой и не нашел. «Я не считаю этот план безукоризненным, но он может сработать. На словах все выглядит просто блестяще». «Если так, то быть тебе героем, Дэйв», — предсказал Фрост. «Это даже поможет тебе на выборах». Старый добрый Дэйв Стивенс, оставшись хладнокровным и решительным, победил силы зла и спас мир от уничтожения. За четыре минуты до конца матча он пробежал девяносто три ярда по всему полю на хорошей скорости и забил неберущийся мяч. «А если план не сработает, — задумчиво изрек президент, — эти преступники запустят ракеты, русские и китайцы нанесут ответный удар, и в этой стране уже некому будет голосовать, — что ты мне посоветуешь, Билл? Ты веришь в силу молитв?» «Не очень», — признался Стивенс. «Я знаю, глава государства в такие минуты должен обращаться к Всевышнему. Но я не уверен, что он меня услышит. А если даже и услышит, я не уверен, что ему не будет наплевать». «Может быть, я урод. Говорят, что до меня все президенты верили в силу молитв. Я не атеист, поймите, но подозреваю, что Дэвиду Стивенсу лучше попытаться разрешить эту проблему, не уповая на помощь царя небесного». «А ты веришь в силу молитв?» — с вызовом спросил Боннами у генерального прокурора. «Я даже верю в пасхальные яйца, хотя и не христианин». «Но ты не ответил на мой вопрос, Билл». «Мистер президент, я не знаю, как ответить на его вопрос, потому-то я так остроумно уклоняюсь от ответа. Политикам, участвующим в выборах, следует верить в силу молитв и во Всевышнего, или, по крайней мере, часто об этом говорить. Я никогда не боролся за выборную должность, так что мне не приходилось сталкиваться с этой проблемой». «А ты серьезно предложил мне помолиться?» — настаивал Стивенс. «Наполовину». «Это бы не помешало, вот что я тебе скажу. Я вовсе не воображаю, что ты увидишь сияние из куста или услышишь глаз Господа с хором, архангелов, но вдруг поможет. Некоторые люди, которых я весьма уважаю, считают, что это помогает, по крайней мере, когда речь идет о моральных проблемах. Я сомневаюсь, что Всевышний вышвырнет этих зэков из гадюки-три, он же не работает вышивалой. Но молитва может тебе помочь собраться с мыслями и разобраться в своих убеждениях. «У тебя не так-то много времени осталось?» «Менее девяти часов». «Я, пожалуй, еще раз поговорю с Деллом», — заявил Стивенс. «Может быть, я сумею ему что-нибудь предложить». «Единственное, что он хочет, действительно хочет, — это безусловное помилование», — ответил Фрост. «Я не думаю, что деньги так уж сильно его интересуют. Если у него есть мозги, он же должен понимать, что, получив деньги, он навлечет на себя беду, которая не стоит этих денег». «Полное помилование?» «Я не могу пойти на это. Это же в компетенции губернатора Монтаны, а он дружок Колдуэлла». Фрост погрозил президенту пальцем. «Мистер президент, на свете есть 139 вещей, которые губернатор Монтаны или любого другого штата хотел бы попросить у президента. А у президента есть 140 способов открутить яйца любому губернатору. Например, вы можете спустить на него ФБР или ребят из налоговой полиции, и они уж что-нибудь да найдут. Либо вы можете поддержать его идею постройки ГЭС, либо просто сделайте его послом. Можно назначить его вашим представителем в ООН, или даже посадить его в Верховный суд». «Уилкокс в Верховном суде, да ты шутишь», — фыркнул Бонами. «Ну, если бы я был президентом, — спокойно заметил Фрост, — я бы наобещал ему гору и выполнил бы обещание в ответ на его услугу». Стивенс некоторое время обдумывал эти слова. «Не думаю, что они на это не пойдут, Билл, но без денег», — наконец сказал он. «Но лучше мне это лично узнать». Воспользовавшись горячей линией САК, Стивенс позвонил на Гадюку-3 и выдвинул новое предложение. Он изложил свои доводы просто и убедительно. Полное помилование и, если они хотят, гарантия беспрепятственного выезда из Соединенных Штатов». «Понимаю, понимаю. Ясно. В шесть часов по вашему времени. До свидания, майор». Стивенс убрал красный телефонный аппарат в ящик письменного стола. Он не прогнулся. Он не верит ни мне, ни Уилкоксу и не намерен отступить ни на дюйм. «Он сказал нет», — разочарованно переспросил Фрост. «Глава тридцатая. Он сказал нет. Никаких сделок, кроме как на его первоначальных условиях». Зазвонил телефон. Это был председатель комитета начальников штабов. Танки М-60 прибыли на место и могли атаковать шахты по первому слову президента. «Будьте наготове. Вот и все, что я могу пока сказать», — ответил Стивенс и бросил трубку, прежде чем министр обороны вступил с ним в спор. «Они собираются бросить туда танки, Винс. Ну и чем же вы недовольны, мистер президент?» «Всем, черт возьми. Мне это не нравится, весь этот план. Инстинкт мне подсказывает, Винс, не лезть туда с этими дурацкими танками. А люди, которые вроде бы являются моими главными военными советниками, говорят мне прямо противоположно. Я некоторым образом неравнодушен к твоим инстинктам, Дэйв. Возможно, в устах генерала ВВС это звучит ужасно, но в критической ситуации вроде этой я бы больше доверял твоей интуиции, чем интуиции Дарби или Вуцейда. Это не просто пустая лесть. Это мое искреннее убеждение. «Понимаешь, эта идея запустить туда танки, в общем, не так уж и плоха», — размышлял вслух Стивенс. «Верно уж, куда лучше, чем предложение проутюжить гадюку-3 тактическими бомбардировщиками». «Да, так куда меньше шансов не попасть по этим проклятым шахтам», — размышлял вслух президент. «И все же операция может сорваться». «Правильно. Представь только, вдруг у одного танка откажет двигатель или гусеница порвется. Что тогда?» «Правильно». Стивенс взглянул на друга. «Слушай, Винс, что-то ты стал мне поддакивать». «А какой смысл мне поддакивать, мистер президент? Я с грехом пополам получил одну звезду, и мне совершенно не светит получить вторую. Но готов поспорить, ты бы от нее не отказался. Я бы мог тебе это устроить без труда, сам знаешь. Две звезды. Генерал-майор Винсон Бонами. Звучит? Я бы мог сделать тебя своим военным советником». Бывший летчик фыркнул. «Только не меня, сукин ты сын. Я не выдержу всей этой тягомотины, которой вечно обставлены все большие игры в Белом доме. Я и так с трудом терплю ЦРУ. Так что давай-ка закончим этот пустой треп и вернемся к нашим танкам. Ладно, поговорим об этом как-нибудь в другой раз. Итак, что касается танков. Затрезвонил зумер переговорного устройства. Из переговорника послышался голос Тимми Грассера. «Я могу войти прямо сейчас? Это очень важно. Очень важно». «Валяй», — согласился Стивенс. Через минуту пресс-секретарь Белого дома вошел и закрыл за собой дверь. На его лице застыло выражение напряженного недоумения. «Мне только что звонил Дон Верлингтон. Он корреспондент NBC в Пентагоне и мой давний приятель». «И собутыльник», — добавил Грассер. «Так, и что?» «Он просто так трепаться не будет. Не пустозвон. Я рискую показаться ханжой, но говорю вам с полной ответственностью. Он серьезный журналист». Президент кивнул. «Он, похоже, знает что-то, чего не знаю я. Речь идет о делах здесь. Он позвонил и попросил проверить. Тимми, давай-ка выкладывай все на чистоту. Не темни». «Ладно, мистер Президент. У него совершенно фантастическая байка о том, что банда беглых заключенных захватила одну из пусковых установок наших минутменов. И все?» «Еще кое-что. Армейские хотят их разбомбить, к чертовой матери, а вы слишком озабочены предстоящими выборами и не решаетесь дать им на это добро». «Ну, накрутили», — попытался оправдаться Стивенс. «А что вы об этом думаете, генерал? Чушь собачья». Стивенс покачал головой. «Это не слишком конструктивное заявление, генерал». «Но это правда», — настаивал Грассер. «Ты можешь потянуть время, Тим?» «Не знаю, но вы мне не ответили. Это правда?» Президент утвердительно кивнул. «Матерь Божья!» — воскликнул пресс-секретарь. «От этого легче не стало, но все же это куда менее вульгарно, чем мать твою Богородицу». «Извини, Тим, мы тебя не сразу поставили в известность. В Вашингтоне об этом знают всего-то человек двадцать-тридцать, и мне не казалось необходимым посвящать тебя в это. Пойми, не то чтобы мы тебя не уважали, но просто в интересах секретности». «А откуда об этом мог узнать Верлингтон?» — спросил Боннами. «Он не сказал». «Какой-то ублюдок в Пентагоне дал утечку, чтобы вынудить тебя, Дэйв, согласиться с этим идиотским танковым планом», — свирепо заявил Боннами. «Какой-нибудь хитрожопый дядя с тремя, а то и четырьмя звездами». Президент Соединенных Штатов откинулся на спинку вращающегося кресла и вздохнул. «Мы узнаем попозже, Винс. А пока нам надо выиграть время». «Что ты сказал Верлингтону, Тим?» «Я сказал ему, что это бред. Скорее всего, слухи, распускаемые дружками Колдуэлла». «Он это схавал?» Грассер отрицательно помотал головой. «Не вполне. Он попросил меня проверить. Он сказал, что информация получена из очень достоверного источника. Я должен ему перезвонить в течение часа». «Ты зови его сюда», — приказал президент. «Скажи ему, что ты все расскажешь, если он немедленно приедет в Белый дом. Мне лучше самому с ним поговорить». Грассер ушел, а Дэвид Стивенс стал обсуждать с Бонами свой план, пояснив, чего он хочет добиться. План мог выгореть, а мог и не выгореть. Поэтому Винс Бонами решил, что ему не помешало бы на всякий случай выработать собственный контрплан. «Пойду-ка я перехвачу сэндвич и узнаю, какие новости из Берлина», — солгал он президенту. «Вернусь минут через двадцать». Выйди из кабинета. Он не пошел есть и не стал никуда звонить. Он нашел капитана Хартунга в коридоре недалеко от президентских апартаментов. «Капитан, мне может понадобиться пистолет. У вас нет лишнего ствола, Хартунг?» «Когда мы на дежурстве в Белом доме, генерал, мы не носим оружие, но у меня есть пистолет в ящике стола. Заряженный?» «Нет, но у меня есть обойма. Конечно, сэр, все сотрудники секретной службы вооружены. Если хотите, можете позаимствовать у них тридцать восьмой». «Нет, не надо лишних вопросов. Лучше я договорюсь с вами. Нам нельзя терять время на вопрос». «Вы, похоже, торопитесь, генерал». «Ловко переменил тему капитан Хартунг. Так что пойду-ка я принесу вам пистолет. И найдите еще кого-нибудь из адъютантов, кого-нибудь вроде вас». «Кого-нибудь, кто не задает лишних вопросов, сэр?» Боннами кивнул. «Я хочу, чтобы вы оба побыли в приемной президентских апартаментов. Может возникнуть суматоха, и вы мне можете понадобиться». «Вопросы есть?» «Нет, сэр. Если мне можно идти, то я постараюсь отыскать лейтенанта Маккинарни. В прошлом году он стал чемпионом Академии по боксу в среднем весе». Боннами улыбнулся. «Я вижу, вы меня поняли, капитан». «Надеюсь, сэр. По-моему, вы все очень ясно изложили, генерал. Ему захватить ствол?» «Нет, возможно, никакой суматохи и не будет. Просто я, по своему обыкновению, принимаю меры предосторожности». Теперь настала очередь Хартунга улыбаться. «Что-то я за вами такой привычки раньше не наблюдал, генерал». «Несите пистолет, капитан». В пять минут первого Дона Веллингтона ввели в кабинет президента Соединенных Штатов Америки. Высокий репортер NBC, коротко стриженный, с привлекательным открытым лицом, был явно удивлен, но держался спокойно. «Мистер президент, это мой старый друг Дон Веллингтон представил вошедшего Грассер. Рад познакомиться с вами, мистер Веллингтон. И я рад и удивлен этой встрече, мистер президент. Прошу вас, садитесь. Садитесь и давайте поговорим откровенно. Откровенно, а? Если политик произносит это слово, значит, он сейчас будет брехать напропалую. Но, думаю, вам это и так известно. «Я в Вашингтоне уже восемь лет, мистер президент. Многозначительно ответил Веллингтон и опустился в черное кожаное кресло. Хорошо. Тогда мы можем отбросить формальности и политический политесс». Разразился кризис, о котором мы пока не ставим в известность общественности. «Генерал Бонами и я» — тут президент кивнул головой в сторону своего бывшего ведомого, восседающего на кушетке. «Вчера всю ночь пытались уладить этот кризис. Вместе с нами этим же занимались еще десять высших военных и гражданских должностных лиц. Ракетная база. Ее захватили бежавшие заключенные». «Да». «Вы хотите знать, что произошло?» «Пожалуйста». Подземная пусковая ракетная установка 168-го стратегического ракетного крыла в Монтане была захвачена пятерыми заключенными, бежавшими из камер дома смерти в тюрьме штата в Хеллене. Один из них — бывший майор стратегического авиационного командования, приговоренный к смертной казни за убийство жены. Полагаю, он объяснил своим сообщникам, как захватить базу. Его фамилия Делл, кодовое название капсулы «Гадюка-3». Она расположена в 18-20 милях от базы ВВС «Мальмстром», неподалеку от Грейт-Фоллс. Веллинтон не сводил с него недоверчивого взгляда. «Это все не для цитирования, мистер президент?» «Нет, это все для цитирования, и вы получаете эксклюзивное интервью». «Я что-то не понимаю, мистер президент». «Да слушай ты, Дон!» — прикрикнул Грасса. «Я слушаю. Больше того, они угрожают нам запустить межконтинентальные баллистические ракеты, а их там десять, если мы не заплатим им пять миллионов долларов и не вывезем из страны на ВВС-1». «Вы меня не разыгрываете?» «За всю свою жизнь я не был более серьезен и напуган. Я изложил вам то, зачем вы сюда пришли. Это важная новость, и американский народ имеет право ее узнать. Я это понимаю. Общественность имеет право знать правду, в особенности, когда речь идет о столь важном событии». Веллингтон покачал головой. «Извините, мистер президент, но мне кажется, вы меня разыгрываете. Вы просто слово в слово цитируете мои статьи и приводите мои доводы». «Нет, никого я не цитирую». Никто из здесь присутствующих не оспаривает право общественности получать полную информацию, как и вашу обязанность предоставлять общественности эту информацию. Единственный вопрос заключается «когда?». «А, я так и знал, что тут есть какой-то подвох. Вы хотите, чтобы я зарубил материал?» «Нет, я прошу вас только помариновать его немного. День, два». Веллингтон резко встал. «Вы же умный человек, мистер президент. Сначала вы задабриваете меня, добровольно сообщая мне факты, чтобы раздобыть которые мне пришлось бы разбиться в лепешку. А потом просите попридержать материал до тех пор, пока он не будет соответствовать вашим политическим планам». «Нет, в этом нет политического расчета. Проблема заключается только в национальной безопасности, а возможно, и прошу простить меня за мелодраматичность, в спасении нации». «Не верю. Вы чудовищно оконфузились, и теперь боитесь, что это вам может стоить победы на выборах. Я слышал именно такую версию». «Чушь!» «Спокойно, Винц», — посоветовал президент. «Ну, о чем мне бояться?» — возразил Боннами. «Я не боюсь NBC». «Вы, приятель, зря ерунду говорите. Система безопасности ракетной базы, которая дала сбой, была разработана задолго до того, как Дэвид Стивенс стал президентом. И она была надежной, эта система. Уж не знаю, как эти бандиты сумели найти в ней брешь. Но я только знаю, что кто-то ввел вас в заблуждение относительно нашего намерения воздержаться от штурма «Гадюки-3». «Так ему и скажите». «Тут все очень просто. Если штурм не увенчается полным успехом, то они могут запустить ракеты и начать Третью мировую войну. И я прошу вас, мистер Веллингтон, лишь об одном. Если это будет очередной залив свиней, то прошу меня в это дело не впутывать», — прервал президента репортер. «Одному из ваших благорасположенных предшественников удалось уговорить благорасположенную Нью-Йорк Таймс попридержать статью о том секретном капорском вояже. И в итоге случилась катастрофа. И все опозорились». «И не надо мне вешать на уши лапшу про ответственность журналиста и про патриотический долг, мистер президент. Я на эту удочку не попадусь». «Слушайте, уже разразился очередной берлинский кризис. Мы столкнулись с эскалацией напряженности с советами», — спокойно доказывал Стивенс. «И как, по-вашему, они отреагируют, если узнают, что несколько американских баллистических ракет могут с минуты на минуту быть запущены в цель по ошибке, конечно». «Это уж ваши проблемы, мистер президент. Я считаю, что было бы куда разумнее поладить с ними и с кем угодно, если, конечно, вас сейчас заботят что-то иное, кроме выборов. Я прошу только двадцать четыре часа. Эта краткая оттяжка времени никак не повлияет на выборы, но за это время мы бы смогли выкурить их из капсулы тем или иным образом». «Мне очень жаль». Стивенс взглянул на Боннами и с удивлением заметил, что его бывший ведомый сидит с равнодушным лицом. «Мистер Верлингтон», — продолжал глава исполнительной власти, — «я готов представить в ваше распоряжение все материалы». «Вот папка с биографиями всех пяти осужденных. Вы сможете найти здесь массу интересного для вашего репортажа». Телекорреспондент принял папку, нахмурившись. «Но скажите на милость, мистер президент, зачем вы мне это даете? Чтобы вы изложили все верно и без искажений. Мы же оба верим в правду и точность, не так ли?» Верлингтон пожал плечами и направился к двери. «Дон!» — воскликнул умоляющий Грассер. Корреспондент НБС покачал головой и взялся за дверную ручку. «Дон, ты с ума сошел, если хочешь это сделать!» — предупредил пресс-секретарь. «Я был большим дураком, если бы поверил политику, ведущему предвыборную борьбу. Я бы просто из ума выжил!» «Боюсь, вас кто-то использует, мистер Веллингтон!» Корреспондент замер и обернулся. «Мистер президент, меня использовали, подкупали, брали на понт, вешали лапшу на уши, говорили полуправду и прямую ложь и неоднократно имели самые что ни на есть патриотично настроенные профессионалы. В течение последних лет мой домашний телефон прослушивался. В моем доме ставили жучки, мне вешали хвост, все что угодно. Я даже не знаю, какое правительственное учреждение этим занималось, мне наплевать. А за эти биографии и прочую информацию спасибо!» «Где вы живете?» Вдруг агрессивно спросил Бонами. «В Арлингтоне? А какое это имеет отношение? Просто я думаю, если русские сбросят одну из своих СС-11 на Вашингтон, водородная боеголовка достанет вашу жену и детей в Арлингтоне». «Ну и сукин же вы сын, генерал!» «Просто, чтобы вы знали!» Верлингтон повернулся на каблуках, распахнул дверь и занес ногу через порог. Потом он остановился, вернулся в кабинет и закрыл дверь. «Новый гад!» Свирепо процедил он. Потом он обратился к Стивенсу. «А я вам не верю!» «Не верю!» Он произнес эти слова таким тоном, словно собирался расплакаться. «Благодарю вас, мистер Верлингтон. Я не верю ни единому Вашему слову. Я очень ценю Ваш поступок. Я понимаю, сделать такое было нелегко». Верлингтон стоял и качал головой. «Я просто схожу с ума!» «Ты герой, Дон!» — возразил Грассер. «Дон Верлингтон! Крутой мужик!» «Да! Ты настоящий патриот, Дон!» «Я идиот!» «Болван!» «Сентиментальный, сопливый идиот!» «Сядьте, мистер Верлингтон!» Наставительно заметил Стивенс. «Мы добудем для вас фотографии этих людей. Вы сможете их использовать завтра. За вами остается право на эксклюзивное интервью и на получение пулитцеровской премии послезавтра. Я делаю это не ради вас. Просто я терпеть не могу этого прожженного лгуна Колдуэлла и ненавижу, когда меня используют». Он не стал упоминать о жене и детях гордец. «Винс, принеси мистеру Верлингтону все, что ему нужно», — попросил президент. Бонами встал и быстро пошел к двери. «Вы в самом деле готовы были отпустить меня на все четыре стороны?» — спросил журналист. «Я не собирался», — ответил Бонами. Он распахнул дверь и указал пальцем на двух вооруженных адъютантов. «Они были готовы взять вас под белые руки». «А если бы не смогли?» Бонами отвел пол у кителя и кивнул на пистолет за поясом. «Матерь Божья!» — прошептал Грассер. «Это я уже слышал. Да, я бы выстрелил в него, ранил бы, но не убил». «Я был прав», — сказал Верлингтон. «Вы настоящий гад!» «Нет, просто сентиментальный патриот вроде вас». «Не судите генерала Бонами слишком строго», — попросил президент. «Почему же?» Стивенс заборванил пальцами по столу и не сразу ответил. «Ну, пожалуй, мне стоит вам кое в чем признаться. Там дальше по коридору стоят четыре агента секретной службы. Я попросил их перехватить вас на выходе». Верлингтон простер указательный палец в сторону президентского стола. «И вы тоже гад порядочный, мистер президент». «Мне казалось, вы это знали до того, как вошли в этот кабинет. Не так ли?» Верлингтон кивнул. «Да, знал, но не верил. Нехотя признался он. И начал задавать новые вопросы относительно ситуации на гадюке-3». Глава 31. В два часа государственный секретарь объявил официальную позицию США по Берлину с теми певучими новоанглийскими интонациями, какими и славился Артур Рендрю Гроссвинер. «Чудесно», — сказал в половине третьего Рэй Гумбинер. «Это обнадеживает. Это по-государственному», — изрек западно-германский посол в 14.40. «Лживые измышления», — сетовало московское радио час спустя. Немецкий дипломат и советский комментатор высказали суждение по поводу заявления Гроссвинера, но Гумбинер отреагировал на известие, что президент Стивенс отбыл с военно-воздушной базы Энрюс в штаб стратегического авиационного командования вблизи Омахи. Замечательно. Тонко. Стивенсу и не понадобилось делать резкое заявление, ибо его инспекционный вояж в штаб САК в сердце ядерных сил сдерживания США все говорило само за себя. Соединенные Штаты никому не угрожали, но Стивенс ясно давал понять, что больше он никому не позволит навязывать себе чужие правила игры. «Он просто гений», — заявил Гумбинер заместителю председателя партии. «Он просто идиот», — сказал Делл, обращаясь к Фалку. «Президент США — идиот? Да как такое можно говорить, даже если он и впрямь идиот?» «Ох», — вздохнул бывший майор, осторожно проводя пальцами по перевязанному затылку. «Ну и боль! А он идиот, если думает, что мы ему после вчерашнего поверим». «Как твоя голова?» — поинтересовался наемный убийца. «Буду жить». «Вилли, ты мастер по перевязке, и мне бы надо тебя особо поблагодарить. Кажется, я этого не сделал». «Нет, но я не обижаюсь. И мы тебе обязаны за твою бдительность, за то, что ты успел перехватить Харви у двери». Бессознательный рефлекс. Я услышал шум, увидел его, навел на него ствол и нажал на крючок. «Хм, что тут особенно такого гениального?» «Гениального ничего, но польза есть». Пауэлл отмахнулся от комплимента. «Ну вот, это меня и характеризует», — ответил уныло бывший сержант. «Не шибко умный, но полезный». Продолжать этот разговор смысла не было, ибо Виллибой Пауэлл все еще упрямо и открыто вел свою партизанскую войну. «А где Хокси?» — спросил Дэл. Фэлкэ махнул рукой в направлении туннеля. Хокси сидел в конце туннеля, на полу, около массивной стальной двери, и молился над трупом. «Он старается спасти душу Шонбахера», — догадался Пауэлл. «Наемный убийца тихо рассмеялся. Разве он не знает, что у толстяка Харви души-то не было?» — съязвил Фэлк. «Он был просто глупым и самовлюбленным слюнтяем. Ни души, ни храбрости. А ты, как думаешь, была у него душа?» — спросил Дэл у чернокожего. «Не знаю. Что-то я ни разу не слышал, чтобы он пел». Штука была, не бог весть, какая веселая, но, во всяком случае, это был добрый знак, что Вилли Бой Пауэлл еще не полностью разучился смеяться. «Я считаю, что у Харви была душа», — заявил майор. «Возможно, и несчастная, и истерзанная душа, но душа была. Если, конечно, она есть, эта душа». «Мне-то казалось, души тебя мало волнуют», — заметил Пауэлл. «А я и сам не знаю. Но я этого, между прочим, не утверждаю. Я только сказал, что если душа есть, то старик Харви ее имел. Если так, то, может, она есть даже и у Лоуренса Дэлла?» «Вряд ли». «Но все возможно». «Эй, а ты у нас философ, Вилли. Я и не думал, что ты философ. Или ты просто пытаешься меня подколоть?» Пауэлл улыбнулся. «Нет, ну зачем мне?» Уклончиво заметил он. «Нет, я просто пытаюсь в тебе получше разобраться». «И как успехи?» «Пока хвастаться нечем. Но кое-какие проблески уже есть». «Я бы не стал тратить усилия на такую ерунду», — посоветовал Дэлл. «Поскольку завтра в это же время мы уже должны быть в Перу, и, насколько я понимаю, еще через десять минут мы расстанемся навсегда». «Ты все еще думаешь, что они вывалят бабки?» — спросил Фелк. «Я уверен в этом. Я точно знаю. Я верю». «Всей душой?» — поинтересовался Пауэлл. «Всей, если она у меня есть». Один из раненых пленных издал стон, и Дэлл понес два стаканчика воды в спальный отсек. «Знаешь, а ты, оказывается, не такой хладнокровный сукин сын, каким я тебя раньше считал. Заявил Пауэлл бывшему офицеру Сак. «Знаешь, а я ведь и о тебе так же думаю. Но это не значит, что ты мне нравишься», — предупредил Пауэлл. Дэлл напоил обоих пленных. «Не страшно, Вилли. Я и не надеялся на это. Потом Фелк начал болтать про Перу, про антиамериканский настрой тамошнего революционного правительства, которое не допустит выдворения из страны беглецов и обеспечит им там развеселую жизнь. Одежа из ателье, красотки. Шампанское, мечтал он. «Там пьют какую-то дрянь под названием писко», — заметил Дэлл. «Что-то вроде текилы. Не знаю, много ли шампанского ты найдешь в Лиме». Но Фелк не был обескуражен. «Человек, имея в кармане один миллион двести пятьдесят тысяч американских долларов наличными, может достать шампанское где угодно», — уверенно проговорил он. «Меня, по правде сказать, проблема выпивки сейчас не волнует. Покоя мне не дает президент и те войска, что шастают у нас над головой». «Стивенс заплатит», — твердо сказал Дэлл. «Если только армейские не уговорят его согласиться на очередной штурм». «А что, если они сыграют с нами злую шутку? Пристрелят, когда мы вылезем наружу?» «Жеребчик, на такое мог бы пойти какой-нибудь генералюшко-хитрован». «Так бы поступил сенатор Колдуэлл, но до января ему не видать президентского кресла. Мне кажется, нынешний президент достаточно старомоден, чтобы держать данное им слово. Иначе говоря, я готов поспорить, что у Стивенса есть душа». «Опять это мерзкое словечко», — пошутил Пауэлл. Хокси запел псалом, скандируя строчки громким, гнусавым голосом, дабы облегчить путешествие, в которое Харви Шанбахер так поспешно отправился. «Неужели надо обязательно так завывать?» — поморщился Фелка. Дэлл и Пауэлл кивнули. «Вне всякого сомнения Хокси надо было обязательно так завывать, и отвлекать его от этого религиозного ритуала было крайне опасно». Наемный убийца принял это бессловесное объяснение, пожав плечами, и принялся наблюдать за перемещениями войск по монитору телеперископа. День выдался солнечным и ясным, и фигурки людей, и бронетехники на экране были видны очень отчетливо. Камера, впрочем, не засекла танки М-60, ибо они заняли исходную позицию на расстоянии более 300 ярдов от караулки. Вокруг базы теперь активность была куда меньше, чем накануне вечером. Все ждали слова президента. Одним из тех, кто ждал его с нетерпением, был генерал Мартин Маккензи, который стоял неподвижно у кромки бетонного поля в Афате и смотрел на приземлившийся самолет ВВС-1. Другой большой самолет, Боинг-707, зафрактованный службой освещения предвыборной компании Стивенса, бежал по параллельной посадочной полосе метрах в ста позади президентского лайнера. Как только он остановился, подвезли трапы, и тучи фоторепортеров и журналистов высыпали на полосу запечатлеть прибытие президента на базу. Главком Стратаф не обращал на них внимания, точнее, обращал меньше внимания, чем обычно, ибо его теперь интересовало только решение Стивенса относительно гадюки-3. Вот он появился на трапе и сошел с борта ВВС-1 в окружении агентов секретной службы и личных помощников. Маккензи с удивлением заметил в антураже президента человека в форме бригадного генерала ВВС. Командующий САК долго всматривался в незнакомое лицо. — Это генерал Бонами, — тихо заметил Уинтерс. Он летал на 86-х вместе с президентом в Корее. — Классный пилот, — говорят. — Насколько классный? — одними губами спросил Маккензи. — Снайперская меткость, сэр. — Восемь подбитых и пять вероятных, сэр. Военный оркестр грянул звездно-полосатое знамя, и Маккензи быстрым шагом направился поприветствовать президента, пытаясь за улыбкой скрыть мучившие его вопросы. — Почему президент решил прибыть в штаб САК именно сейчас? Почему он приехал с этим классным пилотом, у которого на счету восемь сбитых самолетов и пять вероятных попаданий? И самое главное, как он отнесется к плану штурма, предложенному комитетом надштабов? — Добро пожаловать в штаб САК, мистер президент, — сказал Маккензи. — Щелчки затворов, фотоаппаратов, рукопожатие, повторенные четыре раза для фоторепортеров. Потом высокий гость и хозяин сели в лимузин и направились к зданию штаба. Там Маккензи повел гостя в подземный бункер. После неизбежного десятиминутного доклада об оперативной обстановке оба в сопровождении бонами поднялись в боевой штаб. — Я рад видеть, что САК находится в полной боевой готовности, — сказал Стивенс. — Но я приехал сюда не с целью инспекции. Я полагаю, что вы всегда находитесь в боевой готовности. Вы — наши основные ударные силы, и я на вас надеюсь. — Благодарю вас, мистер президент. Вы уже знаете о плане комитета надштабов заблокировать шахты тяжелыми танками? Маккензи кивнул. Именно поэтому я и приехал. Ситуация вокруг Берлина постепенно накаляется, и, как свидетельствуют последние рапорты, эти идиоты русские двинули туда механизированные дивизии и танки, и намерены развернуть в воздухе эскадрильи бомбардировщиков. Необходимо уладить эту катавасию с гадюкой-3 до того, как произойдет нечто совершенно немыслимое. И я обязан уладить все именно сегодня. Главком Стратаф снова кивнул. — Я решил принять план комитета надштабов, — сказал Стивенс. — Изложил свое видение того, что следует предпринять. — Что скажете? — спросил он. — Я полагаю, вы правы, мистер президент, и, если вы позволите мне это сказать, я считаю, что вы очень мужественный человек. — Вы не хотите, чтобы я пошел вместе с вами? — Нет, вам лучше оставаться здесь. Если что-то пойдет не так, вам лучше быть здесь. — Вы поняли? — Что я от вас хочу? — Так точно, сэр. Я немедленно этим займусь. Когда они подошли к двери из вестибюля на портик, где уже собрались десятки журналистов с нетерпением ожидающих президента, Стивенс замедлил шаг, чтобы собраться с духом. — Удачи, мистер президент, — сказал Маккензи. — Она мне сегодня понадобится. Спасибо. — Мистер президент, решение о боевом использовании наших ударных ядерных сил целиком возлагается на вас, — заговорил Маккензи. Но прерогативой главком Стратава является отдать приказ боевым экипажам наших дальних бомбардировщиков, занять взлетные полосы и подготовиться к вылету. Я думаю, мне стоит отдать такой приказ, когда мне доложат, что вы прибыли в Мальмстром, если, конечно, вы не возражаете. — Понятно. Я не отдавал такого приказа со времени кубинского кризиса, сэр. — Мне кажется, вам следует это знать. Стивенс взглянул на своего бывшего ведомого. — На радарах у русских это не появится, — заверил Боннами. — Так что они ничего не заподозрят. Я бы даже так сказал. Они не будут об этом знать весь завтрашний день. А потом это будет не так уж и важно. — Хорошо. Осторожно согласился президент. Но подождите, пока я не покину Мальмстром, чтобы присоединиться к ударной группе. Ждите, пока позволяет обстановка. Они снова обменялись рукопожатием и вышли к прессе, чтобы снова изложить свое видение мощи САК, как гарантии мира во всем мире и приверженности Америки к миру. Через 20 минут самолет ВВС-1 вырулил на взлетную полосу и улетел обратно в Вашингтон. За ним последовал самолет с представителями прессы. Через 9 минут после взлета командир корабля объявил журналистам, что ему придется сделать вынужденную посадку из-за неполадок в электропроводке двух двигателей. Журналисты с бессильной яростью наблюдали, как президентский самолет растворился вдали. Они бы рассверепели еще больше, узнав, что командир корабля им солгал. Глава 32. Рассверепели, похоже, все. Высокопоставленный чиновник Китайской Народной Республики заявил в интервью Пекинскому радио, что берлинское дело было просто-напросто дешевым и грязным фарсом, осуществленным подлыми американскими империалистами и циничными политическими проститутками из Москвы. Что этот фарс имел своей целью ввести в заблуждение социалистический мир? Дабы выказать чистоту своих марксистских убеждений, он заклеймил и США, и СССР как моральную кучу навоза, в которой ползают такие черви, как гангстер Стивенс и его приспешники из так называемого Центрального комитета, так называемой Коммунистической партии, так называемого Советского Союза. Пекинское радио передавало это вдохновенное заявление, каждый час сопровождая дикторский текст песней «Алеет Восток» в исполнении трехтысячного хора. В Москве маршал Алексей Союзов был куда более разъярен, но его проза отличалась меньшим лиризмом. Его заявление, тем не менее, было весьма красноречивым, и министру обороны пришлось признать его вполне логичным. Он не согласился, что маршал Барзенко — слабоумный осел, но пообещал довести требование Союзова закруглить операцию «Ямщик» до заместителя председателя Центрального комитета. Но это обещание не успокоило танкиста Нина Йоту, и Союзов вышел из кабинета министра с твердым убеждением, что министр ничуть не лучше Барзенко. Министр обороны также был в ярости из-за того, что Союзов поставил его в столь дурацкое положение, и он оказался между молотом генерального штаба Красной армии и наковальней Центрального комитета. В Вашингтоне тоже все были в ярости. Кандидат в вице-президент и соратник сенатора Колдуэлла губернатор Банкхетт, выступая перед восьмистами членами дочерей американской революции, заявил, что жалобный щебет пугливых либералов в администрации Стивенса не ответ на варварскую советскую агрессию против Берлина, и высказал еще целый ряд жестких оценок, каждая из которых могла бы украсить первую полосу любой провинциальной газеты в силу своей колоритности. Злобные замечания, высказанные рядовым Германом Обстлером в Пентагоне, были куда более колоритными, но многие из них вряд ли попали на страницы печати вследствие их непечатного свойства. Обстлер нес караульную службу у ограды знаменитого пятиугольного здания, когда мирно протекавшая демонстрация женского освободительного фронта вдруг вылилась в акцию насилия. Кто-то ткнул ему в мошонку плакатом, вопрошающим, почему в комитете начальников штабов нет ни одной женщины, и потом его угостили двумя тумаками. В Грейтфолс редактор местной трибюн был весьма раздражен тем, как нагло водил его за нос офицер по связям с общественностью в Мальмстроме. Возможно, он бы почувствовал себя менее уязвленным, узнав, что и редактор лидера местной вечерней газеты получал столь же уклончивые ответы на свои аналогичные вопросы, почему перекрыли шоссе. Впрочем, может быть, и не почувствовал бы, потому что у трибюн был больше тираж, и выходило воскресное приложение, отсутствовавшее у лидера. На самой же базе капитан Бигельман не понимал, в натуре, что вообще происходит, потому что его не выпускали за пределы изолятора госпиталя. Он с удовольствием повторял эту фразу, которую выучил вскоре после прибытия в Мальмстром, ибо она служила свидетельством того, что он тоже свой парень, но ему очень не нравилось сидеть в заперти. «Надо бы мне позвонить брату», — плакался он. «Он адвокат, он вышлет мне судебное постановление об освобождении из-под стражи. Надо бы мне послать заказное письмо в Американский союз гражданских свобод. Они же не могут держать нас тут под замком. Этого нет ни в Билле о правах, ни в харте и вольности, и вообще нигде. Ни доктор Лангер, ни медсестра ему не отвечали. — Вы что, так и будете сидеть, сложа руки и ничего не предпринимать? — возмущенно вопрошал Бигельман. — Я могу пропеть первые два куплета Марсельезе, — предложил Лангер. — С очень хорошим французским прононсом, — добавила его веселая подружка-блондинка. Бигельман вспыхнул и, поняв, что от этой парочки никакой помощи не добьется, пошел к зарешеченному окну. Взглянув на вечеряющее небо, он заметил большой самолет. Нет, это был не Б-52, совершивший посадку в миле от изолятора. Не будучи членом американского общества психических исследований, он не смог догадаться, что могучая стальная птица была ВВС-1. Генералу Стоунсайферу и гадать не надо было. Он знал о предстоящей посадке час назад, ибо ему позвонил главком стратаф, и они уже минут двадцать ждали этого самолета, находясь в одном из двух вертолетов. Когда шасси президентского лайнера коснулись земли, Стоунсайфер взглянул на часы — 17.35. Через две минуты ширококрылый лайнер остановился в сотне футов от вертолетов, и спустя полторы минуты сам глава исполнительной власти ступил на землю Мальмстрома. За ним из самолета показался однозвездный генерал с двумя большими брезентовыми мешками, в которых лежало что-то очень тяжелое. Президент не был настроен на болтливый лад. После краткого обмена рукопожатиями президент знаком пресек попытку командира Мальмстромской базы обсуждать танковую атаку на Гадюку-3 и пошел прямо к вертолету. Генерал с мрачным лицом и двумя тяжелыми мешками двинулся за ним. Вертолет тут же взмыл вверх. В 17.54 Фелка сидел в туалете, Пауэлл разбавлял растворимый кофе кипятком, а Хокси без остановки декламировал свои любимые цитаты из Ветхого Завета обоим пленным. Делл все еще сидел в красном командирском кресле, чувствуя легкий голод и необычайное нервное напряжение. Срок его ультиматума почти истек. — Эй, загляни в холодильник! — крикнул он через плечо, не отрываясь от монитора. — Очень скоро надо будет подкрепиться! Он заметил два вертолета, которые приземлились в ста ярдах от ограждения Гадюки-3. Вокруг обеих машин тотчас образовалась небольшая толпа. Три минуты спустя толпа раступилась, и двое людей быстрым шагом направились к воротам базы. Делл воззрился на одного из идущих, тот нес два тяжелых брезентовых мешка, и тут зазвонил телефон на пульте управления. — Да, да. — Окей. — Он может спуститься вниз с мешками, но пусть второй подождет наверху около караулки. Снаружи, чтобы мы его видели, — сказал Делл в трубку. Положив трубку, он улыбнулся своей фирменной от Warner Brothers улыбкой. — Джентльмены, угадайте, кто стучится в дверь ко мне? — обратился он к своим сообщникам. Пауэлл Хокси и Фелка, который вышел из туалета, застегивая ширинку, ждали ответа на заданный вопрос. Делл указал на монитор. — Президент Соединенных Штатов! Они победили. В Москве Алексей Союзов проиграл. У министра обороны и начальника генерального штаба лопнуло терпение из-за его неуживчивого характера и неспособности работать в коллективе. Уже был подписан приказ о снятии его с должности главного маршала бронетанковых войск. Ведь нельзя было позволить какому-то упрямому танкисту сорвать операцию «Ямщик» по той лишь причине, что он не мог понять политических реалий дипломатии холодной войны. Все согласились, что он был вспыльчив и неуравновешен. В сталинские времена его бы поставили к стенке. Глава 33. — Нам все-таки удалось, все-таки удалось! В восторге запел наемный убийца. Мы их победили! — орал Пауэлл с недоверчивой радостью. Улыбка Делла становилась все шире и шире. — А ты же не особенно-то верил, что нам это удастся, а? — заметил он бывшему морскому пехотинцу. — Не особенно, парень. — Нет, совсем не верил, — признался Пауэлл. — В домике смерти это казалось сладкой музыкой, но я и не думал, что все выгорит. Совсем не верил. Никому еще не удавалось заломать систему. Никому. Вроде нас, во всяком случае. — Мы их разбили на голову, — заявил Делл с нескрываемой гордостью. Мы их всех поставили на колени. Генералов, инженеров, политиков. Мы им мозги вышибли, — ревел Фелка. — Пять миллионов баксов, пять лимонов, и всего-то из-за каких-то вшивых ключей. Офигеть! Бывший майор кивнул. От этого и впрямь можно было офигеть. Теперь уж не было нужды скромничать. Пять лимонов за два ключа, — размышлял он, доставая их из кармана. Вилли, я знаю, тебе не хотелось их мне возвращать, но ты вернул, и ты поступил правильно, потому что мы и так уж из-за них натерпелись страху. И теперь в знак признания твоих заслуг за отважную беззаветную службу я награждаю тебя орденом ключа. И он отдал один ключ Пауэллу. Ты его заслужил, — передразнил Делл обычную фразу, которая сопровождает ритуал награждения фронтового героя. А на телеэкранчике они видели президента, который, держа в руках два тяжеленных мешка, медленно подходил к караульному домику. Стоя в нескольких ярдах поодаль, Винсент Бонами тоже наблюдал за президентом. Это конец политической карьеры Дэвида Стивенса, размышлял бывший ведомый, ибо как только распустится слух о его капитуляции и уплате выкупа, Колдуэлл и Банкхэт растерзают его в клочья. Они назовут его трусом. Профессионалы-оборонщики никогда не признают, что случившееся на Гадюке-3 явилось результатом их ошибок. Так что они все свалят на Стивенса и будут доказывать, что им выкрутили руки. Из всей этой шайки только у Маккензи хватит мужества и благоразумия не держаться за кресло и понять, что в таких ситуациях оружие не все решает. Но главком Стратаф отличался необычайной независимостью и прямотой. Он не принадлежал ни к чьему лагерю, и вполне возможно, что когда Колдуэлл попадет в Белый дом, генерал уже не будет возглавлять стратегическое авиационное командование. — Перу, Перу, женщины пачками, вот что дают нам эти ключики! — кричал жеребчик Фелка. — Жаль, Вилли, что тебе не удастся сохранить эти ключики в качестве сувенира, но мы сейчас их толкнем за приличную цену. — Нет, не толкнем! — вдруг объявил Хокси. Трое людей у приборной доски обернулись и увидели, что псих держит в руках по револьверу. — Грех, грех, грех! Мир погряз во грехе и зле! — провозгласил Хокси. О чем это он? — удивился наемный убийца. — Грех и продажность! Содом и Гамора! Мерзость и ужас запланили наши улицы, богохульные оргии в наших храмах и домах. — Чего это он несет? — спокойно, жеребчик! — предупредил Тел. — Господи, прости! Я уже по горло сыт этим сельским умникам! — раздраженно брякнул Фелка. — Я терпел его завывания и дурацкие молитвы всю дорогу. — Он мне осточертел! — Огонь! Огонь! Настал час очищающего огня! — пронзительно кричал Хокси. — Дьякон! — мягко начал Дел. — Все будет в порядке, Дьякон. Скоро мы окажемся на свободе, и у тебя будет своя молельня. Люди будут внимать твоим поучениям, Дьякон. Дай мне ключи. — Не давай ему ничего, Ларри. Он совсем слетел с катушек. Это псих чистой воды. — Ты псих, Дьякон! — заявил Фелка. — А я нет. И я не позволю, чтобы какой-то маньяк испортил нам всю песню. Хокси выстрелил из обоих револьверов. — Чёртов маньяк! — прохрепел Фелка, зажимая ладонями две огнедышащие дыры у себя на животе. Хокси ещё раз спустил спусковые крючки, и наёмный убийца повалился замертво. — Дай мне ключи, Ларри! — повторил угрожающе Марвин Хокси. Дел протянул ему ключи. — Нет, положи их на пульт управления, а сам отойди к стене. Бывший офицер Сак повиновался и отошёл к противоположной стене. — И ты иди туда, Вилли! Он говорил странно, ласково, почти как добрый папаша с сыновьями. — Армагеддон грядёт. Настал час очистить землю огнём, чтобы Господь смог начать всё сначала, — объявил Хокси. Он положил револьвер, протянул руку и содрал предохранительную плёнку с замков стартового зажигания. — Я слышал, что ты сказал, Ларри. Если ракеты запустить, то начнётся Великая Ядерная война, и все в ней погибнут. Так вот, я сейчас запущу эти ракеты. Такова воля Господа. Делл попытался было его урезонить. Потом и Пауэлл попытался. И, наконец, они вдвоём стали взывать к его милосердию, моля пощадить невинных женщин и детей. — Они не невинны. Все они заражены похотью, ненавистью и неверием в величие Господа, — отвечал тот упрямо. И он стал один за другим вставлять ключи и поворачивать их. Делл наблюдал за ним, не выказывая ни малейшего страха. Страх сковал Пауэлла. У него ничего не получится, — равнодушно заметил ветеран Сак. — В моих руках мощь гигантских армий — это непобедимая мощь Господа! — И ни у кого бы не получилось, — объявил Делл. — В одиночку эти ракеты не запустишь. Замки для стартовых ключей специально расположены на приборной доске на расстоянии восьми футов. Никому не удалось бы одновременно дотянуться до обоих ключей. Система запуска так устроена, что запуск могут осуществить только двое. А я повернул сначала один ключ, а потом другой, — ответил коварный фанатик. Его глаза, они были ужасны. — Дьякон, надо повернуть оба ключа одновременно. Хокси свирепо смотрел на них. — Ты один не сможешь запустить ракеты, Дьякон. Дай-ка мне ключи. Или, если хочешь, отдай их Вилли. Хокси помотал головой. — Я поверну один ключ, Ларри, а ты другой. Если не повернешь, я тебя пристрелю. Делл вздохнул. — Ну, похоже, тебе придется меня пристрелить, Дьякон. Психопат повернулся к Пауэллу. — Ты же поможешь мне, Вилли? — возмолился он. — Ты же сам знаешь, в каком ужасном мире мы живем. Ты же знаешь, как жестоко обращаются с твоим народом. Ты же знаешь, что это мир Антихриста. Помоги мне покончить с грехами, пожалуйста. — Может, этот мир и не бог весь что? — ответил чернокожий, но другого нет. — Это все, что у нас есть, Дьякон. Прошу тебя, Вилли. — Нет, тебе придется и меня пристрелить. Когда у тебя никого не останется, кто бы мог повернуть второй ключ? На пульте управления замигала лампочка. Президент на лифте спускался вниз. — Ничего не получится, — сказал Делл психопату. — Ты не сможешь выпустить на волю эти десять птичек. Тогда я взорву одну, ту в шахте, что соединена с капсулой через проход. Я убью всех этих солдат дьявола наверху, этих негодных, отвергающих призыв Господа к миру. Лоуренс Делл предпринял еще одну попытку убить во имя мира. Это не слишком оригинальная идея и не слишком здравая. Ты же отправишься прямиком в ад. Библия говорит, не убей. Я сокрушу Бога отступников. Он повернулся, подхватил один из автоматов и помчался по проходу к расположенной примерно в девяносто ярдах ракете номер восемь. Делл и Пауэлл стали ждать, глядя друг на друга. — Ну что скажешь, Ларри? — спросил чернокожий. — Раньше он никогда не называл майора по имени. — Пожалуй, надо его повязать, — ответил тот. Они надели пуленеприбиваемые жилеты, а Делл захватил гранаты со слезоточивым газом. — Респираторы, — сказал он. Надев респираторы, они взяли свое оружие и отправились по проходу к шахте. Идя по проходу, они услышали стук и выстрелы. Псих тщательно пытался взорвать топливный бак ракеты или прострелить боеголовку. Похоже, все его внимание сконцентрировалось на ракете. Это было им на руку. Но тут свинцовый дождь, хлынувший из дальнего конца прохода, заставил их лечь на пол, и они поняли, что все будет не так-то просто. Делл бросил одну гранату, потом другую. Хокси наугад выстрелил. — Скоро слезоточивый газ окажет на него действие, — подумал Делл. Он вытянул руку, нащупал Пауэлла и привалил его к стене. Мокро. У Делла была мокрая ладонь, и он понял, что бывший морской пехотинец ранен, но Пауэлл уже исчез в клубах желтоватого газового облака. Он пополз по-пластунски, точно вновь вернулся в свои джунгли. Делл осторожно двинулся вперед, прижимаясь к стене. Мимо просвистели пули. Загавкал автомат Пауэлла. Делл бросился вперед, увидел в дыму Пауэлла и выстрелил у него над плечом. Раздался вопль, и оба выстрелили, метясь туда, откуда донесся крик. Теперь было тихо. Медленно с опаской они пошли вперед, пока не увидели хвостовое оперение Минутмена. Рядом лежал Марвин Хокси. Делл нагнулся, поднял автомат и перевернул тело лицом вверх. Он умирал или уже был мертв, теперь это не имело значения. Как не имело значения, кто из них уложил его. Возможно, оба сразу. Пауэлл вынырнул из газового облака и пошатнулся. Он упал бы, если бы Делл не подхватил его. Чернокожий был ранен в правое бедро. Рана оказалась серьезной, но не смертельной. Делл дотащил его обратно в капсулу. Там они сняли, наконец, резиновые маски. Ну вот, теперь моя очередь делать перевязку, сказал Делл. И с помощью Пауэлла начал накладывать жгут, чтобы остановить кровотечение. Загудел зумер. По ту сторону стальной двери стоял президент. Он ждет нас с пятью лимонами и самолетом до Перру. Теперь это будет по два с половиной лимона на брата, объявил Делл. И они медленно потащились к массивной двери. Пауэлл опирался на руку Делла. Ну, что нам теперь делать, Ларри? Ты имеешь в виду деньги? Чернокожий кивнул. Если мы возьмем бабки, они нас рано или поздно пристрелят, — резонно заметил он. Они нас выследят и прикончат. Делл взглянул на перебинтованную ногу Пауэлла. Весь бинт был в крови. Пауэллу требовался врач, иначе он не долетит до Перру. О том и я, думаю, Вилли. Они уже были на полпути к двери. Вилли, а что, если я предложу тебе сдаться президенту? Пауэлл остановился, подумал и вздохнул. Я скажу. Лады. Мы им уже однажды натянули нос, но не может же так продолжаться до бесконечности. Еще не рождался на свет такой везунчик, даже ты, Ларри. Смешно, да и только. И почему это он должен соглашаться с этим незнакомцем, которому он ничем не обязан? Даже я, — согласился он с удивительной легкостью. Прямо по курсу темнел труп Шанбахера. Я хочу спросить у тебя одну вещь, Ларри. Только одну вещь. Валяй. Если бы они предприняли еще один штурм, или если бы президент пришел без денег, ты бы запустил эти ракеты? Дэлл тихо рассмеялся. А откуда я знаю? Вилли. Это как раз, чего никогда знать заранее нельзя. Я и сам не знаю. Они добрались до двери. А мы победили все-таки, — сказал Пауэлл. Мы победили вчистую, — согласился устало. Дэлл, отпирая дверь. Хотел бы я знать, что будет дальше, Ларри. Человек с лицом кинозвезды снова пожал плечами. Что ты имеешь в виду? Обещание Стивенса помиловать нас и обеспечить беспрепятственный выезд из страны? Обещание еще остается в силе? А это мы сейчас узнаем, — ответил Лоренс Дэл, отодвинул засовы и раскрыл массивную стальную дверь, за которой стоял президент Соединенных Штатов Америки. Конец книги. Апрель 1999 года. Звукорежиссер Елена Соболева читал Юрий Забаровский.